МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во, иноген сидит. На предбратья был, гори, пум-пум-пум. В Адидасе сидит иноген. А с мускво и в труд, и в бой, пум-пум. Давай, вали. Рфенов, русофоб. Грени! Четырьмя фронтами вторглись и еще войной не называли. Прям совок-совочек. Я жил в этом всем. Во. В 2010 году вы говорили, потому что ничего более вредного и ужасного, чем русская великодержавность, я в умонастроениях соотечественников не знаю. Это только к новой беде приведет ни к чему больше. К окончательному отставанию от мира навсегда. На все это фанфаронство лимит исчерпан еще больше, чем на революции и войны. Да они часто от него и происходили. Я убежден, что это самое губительное. Самое. Вы понимаете, как эта цитата звучит сейчас? Ну, мне кажется, что это недебатируемый вопрос просто. Действительно, это фанфаронство нас никогда не доводило до добра. Просто сейчас это как предсказание звучит. Мне кажется, что для этого не нужно быть особо прозорливым. Я просто под каждым словом подписываюсь, не только потому, что они мои, но потому, что так думаю действительно. Но мне кажется, что это очевидные вещи. Мне казалось, что дискутировать об этом, об имперскости, о великодержавности, о всем остальном мы начали только в этом году, когда беда произошла. То ли у меня были как-то радары настроены иначе, то ли таких разговоров было немного. Радары были настроены иначе. Ну, смотря кто. Понимаете, всякие споры о славянофилов и западников, и еще Крымская война, действительно, и весь советский опыт, и распад, наконец, Советского Союза, который, по моему убеждению, является величайшим избавлением, а не геополитической катастрофой. Геополитическая катастрофа XX века – это создание Советского Союза, которому сейчас будет сто лет. Это да. Возобновление Российской империи под большевистской красной звездой – вот это действительно неисчислимыми страданиями потом обернулось. А это – нет, не знаю. Кстати, русский вопрос к концу XX века, Солженицынская. Вот об этом, о затратности, о том, что мы не можем это тащить давно на себе, мы уже на этом надорвались, и сколько раз надрывались, и все силы на это израсходовывают, и подорвали население, и демографический кризис, и все, и все, и все, и все. И опять, ну, как эта карикатура, когда бабка стоит на сгнившем крыльце, упал там дом, повалился забор, бурьян в огоронит, лишь бы Асада не свергли. Сколько языков вы знаете? Ничего я толком не знаю. У меня туристические языки. Толком более-менее сносно, я изъясняюсь только на болгарском. На болгарском? Да. А расскажите, почему? Я в общаге поселился с болгарами, ну, просто это было последнее место, потому что было понятно, что они будут говорить на своем языке, и никакой русский туда селиться не хотел. И поскольку чмошник в школьной форме из Вологодского райцентра, это, ну, последний получающий ордер в общежитии. Продолжение следует... Леонид, мы с вами встречаемся в Болгарии. Во-первых, потому что эта страна очень близка вам, еще со студенчества. Во-вторых, потому что это важное место, чтобы поговорить про русскую имперскость. Более того, Болгария для меня место, из которого я, как это, по капле раба выдавил из себя имперскость, которая, видимо, в зачатке есть у каждого советского человека тогдашнего. Это парламент, это царь-освободитель, и это всегдашний русско-болгарский сюжет. Мы вас освобождали, ну-ка тут... Кто тут старший брат? Мы вас освобождали, вы нам всегда должны. Про освободители. Контекст. Поправляйте, где они прав. Много веков Болгария была под игом Османской империи. В второй половине XIX века Россия решила пойти на Турцию войной. По итогам очередной русско-турецкой войны независимость получили Сербия, Румыния, Болгария и Черногория. Ну, в общем, важно, что Болгария. Потому что для нашего сюжета вот это важнее. Потому что Румыния считается, что она получила от Наполеона III. Ну, это неважно. Вот царь-освободитель, Александр II. Александр. Его воспринимают здесь как национального героя. Мы стоим на бульваре, который называется цар-освободитель. Да, не просто... В Болгарском нету мягкого знака. Не просто царя Александра, а царь-освободитель. То есть спустя 150 лет отношение такое же. Да, и это даже удивляло, когда приезжал в советское время. Вот я первый раз здесь был в 80-м году. И ладно, цар-освободитель. Но вот там есть булевард граф Игнатьев, а вот там вот есть булевард князь Дундуков. Это, значит, деятели царского строя, большие соревновники времена русско-турецкой войны, освобождение Болгарии и так далее. Это никогда не... Ни при каких... 16-й республике никогда не ставилось под сомнение. Как вы относитесь к Александру Второму? Знаете, как спросили крестьян Ясной Поляны, как вы относитесь... Барину? Да. Какое у нас есть право как-то относиться к сиятельству? Ну как? Ну был монарх, прогрессивный по своему времени. Кто не жил в России в 56-м году, тот не знает, что такое жизнь. Это 1856-й год. Это Лев Толстой. В великое время возрождения русского народа. Лишь дважды в 19-м веке мы были так счастливы. В 1812-м году, когда мы отшлёпали Наполеона I, и в 1856-м году, когда нас отшлёпал Наполеон III. Это в смысле после крымской катастрофы, когда начались реформы, и все так... Не было счастья, да несчастье помогло, когда в результате проигрыша в Крымской войне начались вот эти Александровские реформы. Лев Толстой употреблял слово «отшлёпал»? Да! Сам метод намедней был придуман из Льва Толстого. У Льва Толстого есть начало... Сейчас в примерной цитате два гусара. Повесть начинается так. Во времена, когда не было ни шоссейных, ни железных дорог, ни мебели без лаку, когда обстановку в комнатах расставляли симметрично, когда отцы наши были молоды ни одним отсутствием седых волос и с другого конца комнаты бросались к каждому случайно, не случайно уроненному платочку. Когда отправлялись из Москвы в Петербург... Это вся одна фраза. Когда отправлялись из Москвы в Петербург, готовили провизии на пять дней, свято верили в валдайские колокольчики и пожарские котлеты, когда матери наши носили узкие талии и огромные еще там рукава и решали семейные дела вытягиванием билетиков. В те наивные времена Тугенбунда и дуэли Милорадовича и Пушкиных и Денисов Давыдовых в губернском городе Н был съезд и проходили выборы. И вот того, что валдайские колокольчики... А, разочарованные юноши и дамы со стеклышками, то есть эмансипация, божарские котлеты... Он перечислял контекст. Да, 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 да. Вот эта мозаика из серьезного и несерьезного, из политических явлений и, значит, валдайских колокольчиков, из мебели без лаку и обстановки поставлены симметрично. Из этого стаял наивное время Милорадовича и Пушкиных. А вы за это зацепились? Да, да. Нет, вот что можно выкладывать такую мозаику. Слушайте, а вот прям с этого чтения у вас началось? Нет, нет, я до этого видел еще всякие западные журналы, когда были события года, там чего-то, и я понимал, как это интересно, когда это монтируется, вроде серьезное с несерьезным, вроде действительно такое официальное событие с каким-то модной штучкой, да, что... Но вот Толстой меня убедил, что это вообще универсальный прием. Это нужно все что угодно описывать так. Мы в Ментоне! В этом небольшом городке на Лазурном берегу Франции в 1937 году остановился Владимир Набоков с семьей. Здесь он заканчивал текст Дара, своего последнего русскоязычного романа. После Ментоны он перебрался в Париж и уже там создал свой первый англоязычный роман «Истинная жизнь» Себастьяна Найта. Биография Набокова один из самых ярких примеров, как в смутные времена английский язык открывает новые возможности и помогает реализовать свой потенциал. Набоков еще с детства свободно писал и говорил на английском. Почти сто лет спустя приступить к изучению английского можно в любом возрасте. Ведь это можно делать онлайн из любой точки мира в комфортном для вас графике. Мы уже несколько раз рассказывали про онлайн-школу Skyeng, но если вы так и не решились выучить или подтянуть там английский, это можно исправить прямо сейчас. Впереди длинные выходные, а это значит, что как минимум будет время пройти первый бесплатный урок. Обычно зимой тяжелее начинать что-то новое, но уроки в Skyeng проходят так, чтобы вам было интересно, даже если за окном темнота, а вокруг полная неопределенность. Уроки в Skyeng это не зубрежка и стресс, а ровно наоборот. Все занятия построены на разговорной практике. И по статистике, благодаря такому подходу 60% учеников в Skyeng преодолевает языковой барьер уже через 3 месяца. В Skyeng огромный выбор преподавателей. Более 15 тысяч человек, среди которых есть и носители языка, и русскоязычные. Программа обучения очень гибкая. Заниматься можно когда угодно и откуда угодно. Расписание вы составляете сами. Еще в Skyeng есть курсы профессионального английского для разных специальностей. Они помогут подтянуть английский и устроиться в международную компанию, если есть такая цель. Кроме английского, в Skyeng есть целое детское направление SkySmart. Там не только английский, но все основные школьные предметы, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, а также шахматы и программирование. Перед Новым годом в Skyeng появились подарочные сертификаты под любой бюджет. Так что, если вы не определились с подарком на праздники или находитесь далеко от близких и не можете вручить подарок отлично, сертификат может стать отличной альтернативой. А если вы покупаете обучение для себя, то сейчас можно получить 8 уроков в подарок, если ввести промокод ДУДЬ23. Большие пакеты можно оплачивать в рассрочку, которую одобряют после первой оплаты без банков и без переплат. Ссылка на Skyeng в описании. Вперед! В Новый год и к новым знаниям! Болгария и Советский Союз. Во время Советского Союза Болгария воспринималась 16-й республикой. Почему? Потому что она какой-то такой самый бесправный сателлит. Ну, еще более бесправными были монголы, конечно. Там уж совсем прям русская жена правила. Жена Циденбала, монгольского правителя, Анастасия, по-моему, прямо правила страной. Вот. Но и считали, что они, мол, самые покорные. Вообще, в целом было очень такое пренебрежительное, высокомерное отношение. Вот ровно так, как, помните, было понятие ближние зарубежья после распада Советского Союза. То есть, ну, какая Латвия за границей, какая Украина за границей, какой Казахстан за границей, какая Грузия за границей. И это вот курица не птица, Болгария не за границей, Венгрия не за границей, Гадыр не за границей. Понимаете, все в рифму. Но Болгария, конечно, особенно часто. И у меня тоже было, наверное, примерно такое отношение. То есть, у меня не было агрессии. И я, конечно, не так смело, как остальные соотечественники того времени, моего поколения, путал Бухарест с Будапештом. Но, в принципе, мы, в общем... На всякий случай, ни тот, ни другой город к Болгарии не имеет отношения. Да, да, да. Нет, в том смысле, что в Восточной Европе чего там их различать. Один хрен, да, какая там разница. Я однажды еду в 17-м троллейбусе. Никого не трогаю. В Питере. В общагу. От метро электросилы к этому Межуловскому студенческому городку. И читаю свой любимый болгарский журнал ЛИК. Это такой дайджест западных публикаций по искусству и культуре. Я его подписывал. Вот. Читаю, читаю. А оказывается, какой-то дядька заглядывает мне через плечо. И вдруг говорит, что за херь такая. Все буквы советские, а слова, бля, другие. Ну не будешь ему тоже рассказать про Кирилла и Мефония. Ну я как-то так максимально нейтрально говорю, это болгарский. Ну и хера ли они так пишут. Ну типа, чего выюживаться-то? Ну раз у вас буквы советские, так писали бы уже понятными словами. Не, ну я очень злился на такое отношение. Это просто ужасно. Вот эта ленивость и нелюбопытство, которое было. Я хочу показать вам начало нашего того интервью. Мы в команде не сошлись во мнении, считать ли имперским один наш титр из того выпуска. Смотрите. И они произнесли, а Матисият ли наша от Кумшия? Это означает, что ты наш сосед. И так с тех пор они не стали говорить по-русски. Это просто непонятный набор букв. Ну да. Я считаю, что сейчас бы я такой титр не давал. То есть мне за него неловко. Ама-ти-си-ли-э-наши-ят-кумшия. Это ты, что ли, наш сосед? Тут не так. Ну понятно. Вот, и смотрите. Так все же это воспринимали как тарабарщину. Да, мой вопрос. Вот такой титр это все-таки еще нормальный юмор? Я считаю нормальный юмор. Или имперский? Нет, я за то, чтобы считать нормальный юмор. У меня просто нет ответа. Да, но, кстати сказать, вот те, кто считал это тарабарщиной, когда-то на меня, я сейчас это просто представил, написали прям телегу в деканат. Прям донос. В смысле? Политический. Ну вот то, что я с ними говорю на этом языке, что, а он звучит тарабарщиной для остальных, ну вот на этаже в общежитии. А то, что вы что-то скрываете, вы уже идете агентурную работу. Хуже. Вот как вопросы об имперскости. Меня вызывают в деканат. Я не видел этой бумаги. Замдекана Летенков Эдуард Васильевич сидел с листом и он даже не читал, а пересказывал. Говорит, вот пишут, что вместо того, чтобы ты высоко нес знамя советского человека и болгарами руководил, которые к нам приехали учиться, ты вместо этого с ними говоришь на болгарском, им там, типа, уподобляешься. И что вы на этом непонятном, типа, наречии орете там на общей кухне что-то там готовя и попиваете болгарское вино. Если укорачивать, ты опускаешься, они возмуничивают. Да, вместо того, чтобы быть старшим братом и им напоминать, кто тут, суки, младшие братья, ты, типа, присмыкаешься перед этими. И я сидел и вообще не понимал вот что, какая должна быть тактика моей защиты. Если сейчас я просто возмущусь, по счастью, он, значит, это все поговорил, поговорил, я сижу красный, как рак, наверное. Да, и он говорит, представь, люди у нас такое самотеком пишут. Доносы? Да. Нет, что мы, что мы ведь никого не просим. А, что по своей воле. Сигнализируйте, как там живут с иностранцами. А многие жили в общаге с иностранцами. Мы, типа, мы не поощряем. То есть он сам офигевал о том, что люди самовольно пишут доносы. Да, у меня просто камень из сердца упал. Я говорю, так я пошел. Давай, пара уже началась, давай, вали. Вы понимаете природу этих доносов? То, что их писали и в Советском Союзе, и как показал 2022 год, продолжает писать и сейчас? Ну, можно рассуждать, ну, какая природа? Природа некого понимания лояльности, природа некоторой озлобленности на других, нетерпимость к инакости. Ну, что вот надо же, мы ничего не понимаем в этом языке, а этот наблатыкался, придурок, и, значит, уже там, через три месяца уже чешет. Вот. И вообще, вот нефиг высовываться. Вот это еще тоже очень. А что ты? Что ты? Ты чаще. Вот это вот все. Часто умный, да? С такой вот дикцией. С умный, да? Ну, откуда... Нет, но это... Кто-то не получал, да? Имеет ли это отношение к доносам у детей на учительницу, например, которая говорила про... Ну, они же все слушают, они же в этом... Да? Понимаете? Когда движение хунвибинов, с чего началось? В средней школе ученики сочли, что директор школы ревизиониста, они ее забили палками. А потом та, которая была первой, которая объявила, собственно, что ревизионистка, она великому корчему товарищу Мао вот эту повязку с надписью хунвибин привязала на площади Тяньянмэнь на митинге. И с этого все понеслось. Полиция обездействовала, суды, ничего не существовало, ни закон, ничего. Радикальная молодежь против этого. Пока в Ухане армия не разобралась и с партией, причем и с хунвибинами. Может ли у нас что-то такое сейчас появиться? Это отвратительная возгонка. Это самое страшное преступление. Вот те, кто растлевает души этой ненавистью, этой, как ослом, Осмолов это сказал, да, ментальная гражданская война. Вот это рассказывать, что вот-вот он, вот-вот они, вот, пятая колонна, вот, и на агент сидит. В Адидасе сидит на агент. Да? Лыбится, лыбится, ты чего сидишь, лыбишься-то? А, лыбся, лыбся, последний раз, лыбишься. В Нуково только пустили вот такой металл, мрамор и стекло. И даже кафе нет. Аэропорт Нуково? Да. И оттуда тогда были рейсы в Череповец. Они их швыряли из аэропорта в аэропорт. Ну, что такое Северсталь-авиа? Ну, непонятно, что это за аэропорт его должен принимать. Когда было Быково, когда оно было. Никого не трогаю. Лечу к маме. Пара. Я давно заметил, что что-то они чего-то порываются ко мне подойти. Потом понимаю, что тащит, ну, такие немолодые люди в пуховиках. Ну, такой крепкий обыватель. Без ясно выраженной какой-то социальной принадлежности. Он так тянет, тянет, тянет. Он ее отговаривает. И вот, наконец, приблизился, например, на такое расстояние. И вот так вот прошипел. Давно дело было при чем? Где она и что начиталась? Парфенов, русофоб, как тебя земля носит? Я как-то так нашелся. Ну, раз она на «ты», так я говорю, да мать, ладно, чего не горячи, сейчас взлечу. Ну, в смысле, не будет земля смотреть? Ну, вот это мне было... Какой же гад! Кто ей втемяшил это слово? Кто ей довел список являющихся таковыми? Где она это наслушалась, начиталась? А самая-то большая русофобия. Это сказать, без Путина нет России. Вот страшнее русофобии представить невозможно. Андрей Лошак говорил про это, что русофобия, потому что в таком смысле ты говоришь, что 145 миллионов населения настолько бездарное и беспомощное, что не могут заменить одного. Да нет, а самое главное, его-то ведь все-таки не будет, и что тогда не будет России? Вот 1150 лет государственности от Рюрика, да, все в топку пишется вместе с буквой «фе». У вас есть фильм про русско-турецкую войну, который вы с Акуниным делали. Его делали специально под турецкий гамбит. Да, в связи с прокатом фильма они попросили сделать, что вот давайте, ну думаю, почему нет. Но вы его не очень любите? Ну не то, что не люблю, он как-то, я от него не отказываюсь. Ну просто он был такой служебный, он не был, это не моя была инициатива, но просто было почему бы не поехать, пообщаемся с Григорием Шаловичем, места вот, в которых давненько не бывал. До этого фильма я тоже не подозревал, что такое, почему памятник героям плевны, и что такое плевна. Вот, и вы там прямо это с Акуниным говорите. так же, как никто не понимает в этих стихах Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? Шипка — это болгарские сигареты, которые… Сигареты, а шипка — это шиповник по-болгарски. Да, да, да. Ну шипка, был этот сам сорт сигарет, ну есть пачечка, она сейчас, пау, возникнет у вас в кадре, я понимаю. И там памятник героям шипки, вот… Да, и вы еще говорили, что это по статусу, она, это как прима наша была, без фильтра, но по статусу уступала болгарской стюардессе. Стюардесса, ТУ-134. Были сигареты стюардесса? Да. С 2004 года Болгария — страна НАТО. Да. Это как-то болезненно происходило, или наоборот понеслось? Нет, нет, понеслось. Я думаю, что тогда даже в России не было вот это расширение НАТО, расширение Евросоюза, прошло почти незаметно. Ну, было понятно, что отрезанное ломоть. А что мы им могли предложить? Раньше, еще в 90-е годы. Ну, как было утрачено даже в 90-е годы не то, что там вот политическое, серьезное, военное, какое влияние. Даже вот эта мягкая сила как-то входил в какие-то эти президентские советы по культуре или там еще почему-то. И все спрашивал, а какие-то существуют гранты на то, чтобы, не знаю, Большой театр выехал на гастроли в Киев или там БДТ поехал бы на гастроли в Тбилиси. И? Ну, как-то это никому. Последний раз, я помню, как раз про Грузию говорил, и это было в присутствии Табакова. И я сказал, что вот, понимаете, ну, что-то был вот шестой, что ли, год, когда они Саакашвили выставил этих шпионов. Ну, в общем, первые такие серьезные размолвки из Грузии пошли. Вот я говорю, ну, а что вам предложить-то? Вот смотрите, если по проспекту Руставели там тумбы такие театральные стоят, ну, всегда, они веками там просто стоят. Понимаете, там, Миронов, Олег Павлович, там, вот, Марина Зудина, все-все-все, и идут спектакли. И все придут. И открывать гастроли будет Саакашвили, и будет счастлив Рат и Гор. Вот какой-нибудь такой-то бы жест бы совершить. И Олег Павлович говорит, там, назвал какую-то сумму не астрономическую, кстати. Типа, и дело в шляпе. Ну, в смысле, сколько стоит вывоз спектакля. А для чего это надо? Мягкая сила? Ну, Ну, мы могли же, наверное, остаться, ну, во всяком случае, был высокий шанс остаться, благодаря тому, что учились бы студенты, благодаря гастролям, все. Ну, таким вот евразийским Лондоном. Ведь очень долго Москва в глазах, ну, конечно, кроме балтийских стран, во всех остальных, конечно, Москву рассматривали как, ну, образец для подражания. А у них вот уже это делают, а у них вот уже то. А вот я помню, как на всех, ну, кто бывал в тогдашней Москве, во всем этом, ближнем зарубежье, так называемое, какое впечатление произвела подсветка Москвы. Что вот это освещение, что город ночью может вот так вот жить, что люди ходят, какую-то праздничность, столичность такую придает. Все очень это косплеили. Ну, до аннексии Крыма, в общем, Москва вполне могла на это претендовать. Ну, название одного из главных городов Европы. Ну, да, и это ведь хотелось, и хотелось нравиться. И в 14-м году, как хотелось нравиться, да, Олимпиаду. Другое дело, что тут же случилась аннексия Крыма, и к чему было все роскошное открытие, и представление себя, как страна Набокова и Шагала, если потом ты страна вежливых людей, зеленых человечков. Да, это, конечно, ну, и то все равно потом опять хотели нравиться, и нравилось, и все говорят, ой, вот они хорошие, вот таких муниципалов, вот она есть такая Россия. Мы же всегда знали, что в 18-м году на чемпионате богатая, радушная, великодушная, да, все СМИ полны рассказами каких-то там бухих мексиканцев или кого, будут добрые русские проводницы, они подъезжают там к Саранску, надо собрать их все разбросанные вещички, как-то их упаковать и туда несчастных выложить. Ни одного серьезного инцидента же не было. Считался образцовым показателем, да, все эти хэштеги, да пусть они никуда не уезжают. Ну, нашим-то ведь тоже хотелось. Только пропаганда смолкла про тлетворное влияние Запада, вдруг такое радушие, такое братание на Никольской, это хотелось. И все говорили, ой, ну слава богу, ну слава богу, перестали они брят за этим оружием, все, зашибись, вот они такие, нет, ну как же, мы же не можем, ну, они же... А куда это делось? Так это как включают и выключают. Я говорю, как госпропаганда выключила тогда антизападную риторику. Как, я это специально даже описывал, к приезду Никсона еще заканчивается война во Вьетнаме. Все, американские стервятники, разбойничьи путь американских агрессоров. Первый приезд Никсона, ну, первый приезд президента США в Москву. Допрососедские отношения, ответственность великих держав за судьбы мира, доверительный разговор Леонида Ильича с господином Никсоном лишний раз показывает силу разрядки верность выбранного курса СССР. Ну, и все такое прочее. Когда расчистили вот это место перед Кремлем, там были ужасные строения, так и она осталась пустырем, называли поляна Никсона, на которую потом поставили вот памятник Владимиру как Крестителю. То есть в вашем представлении пропаганды достаточно, чтобы люди начинали скалиться? Знаете, это... Сейчас, ну, конечно, во-первых, но это же наносное. Я вам рассказывал про это. Прекрати Рейган плодить ядерное оружие. Я работал в газете «Вологодский комсомолец» сразу после университета, еще до телевидения областного, куда я спланировал после постановления о недостатках, а потом о серьезных недостатках в газете «Вологодский комсомолец», которые почти полностью были посвящены мне. Вот. И так я стал телевизионщиком. Ну так вот. А на третьей странице вот этих вот маленьких газет областных, молодежных, нужно было печатать ТАССовские и АПНовские материалы про международную жизнь. И тогда першинги размещались в Европе, вот американские крылатые ракеты, и была такая история, «Комсомольская правда» печатала, и, по-моему, мы тоже должны были такую печатать, как бы такая открыточка, где написано на адрес Белого дома почта, что-то «Пенсильвания авеню тысяча», что ли, или что-то такое. Заполняешь, и, видимо, за счет советской почты. Да-да-да. А там уже по-английски написано «Вот Рейган, Гатт» и «Комсомольской правды» рассказывал, как там почтовое отделение в Вашингтоне завалено. Вот такой флешмоб был придуман. Ну вот. И как-то мы письма приходили в редакцию, тогда писали, дорогая редакция, там чего-то, чего-то, ну, дальше что-то. А тут открываем письмо, а там прямо написано на листочке в клеточку «Прекрати, Рейган, плодить ядерное оружие». На конверте написано «Вологда», улица Челюскинцев, дом 3, как сейчас помню адрес, «Вологодский комсомолец». А внутри как будто он в «Вологодском комсомольце» сидит, «Рейган». Понимаете, то есть человек уже столько раз видел на «Вологодском комсомольце», что там «Рейган, Рейган, Рейган». То есть так облучило, что он подумал, что он рядом. Что да. Что прям туда и надо писать. Что почувствовали в этот момент? Ну, что мы-то думаем, что это шелуха и такой белый шум информационный, «Мама дорогая, есть же какие простодушные». На одном дне рождения Владимира Владимировича Познера Михаил Михайлович Жванецкий произносит тост. Не круглая какая-то дата, сравнительно узкий круг. И там в том числе, что «Володя, ну вот когда мы тебя все узнали, оценили, ну значит, 87-й, да, 88-й год, на телемонстете ты показал, что американцы тоже люди, а не звери. Слушай, это снова можно проповедовать. Володя, Володя, ты стой на месте и твоя страна всегда тебя догонит сзади». Ого. Это мог только Жванецкий. «Стой на месте и твоя страна тебя всегда догонит сзади». Причем это импровизация была. Он встал и так начинал, ну как это бывает, ну что-то такое, говорят, 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 а потом выруливают на собственно тост. Насколько я был готов, я приехал сюда, ну в принципе они меня научили гедонизму, ну что болгары, вот, тогдашнему скромно по возможностям, но поскольку я работал, а у них были большие стипендии, плюс они что-то привозили на продажу, то мы могли покупать хорошее мясо, отбивали там чего-то, запекали, вот это хорошо сесть с вином. А вино их? Болгарское. А были болгарское, грузинское и молдавское тогда в Советском Союзе, никакого другого и не было. Механжийское за 2,30, да, вот, ну просто каберне. и когда я приехал, вот здесь летом столики, кафе, я помню вот это изумление, изумление, да, в СССР такого не было. Как меняется улица от того, что люди просто сидят за столиками. Вот просто шел человек и спонтанно, захотел и присел, две подружки встретились, пьют кофе, вот, и это совсем другой образ жизни. Потому что советский человек, он был все время озабочен и как бы беспричинно идти вот к какому-то такому оптимистическому, это было как-то совсем не принято. Даже это поражало. Вот просто сел человек, нога на ногу, взял газету, читает и пьет кофе. А тут для того, чтобы кофе попить, надо было на ИСТФАК ехать. Ну, там был буфет, ну, в университете. Ну, вот где, где в тогдашнем Ленинграде кофе попить? Что это такое? Кофе попить тебе, кофе ему пить. Вот это, я должен выпить чашечку кофе, когда, Миронов в бриллиантовой руке, а то будет тебе кофе и какаво будет тебе какаво с чаем. Шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты, и вот дальше, как аристократ и дегенерат, он, видите ли, хочет чашечку кофе. И естественная реакция такого жлоба, который играет Попанов, кофа ему надо еще. Но при этом жлоб вполне архетипичный. Ну, да, да, но естественно, они играют совка с претензией и совка жлоба в Миронов и Попанов. Да, кстати, там есть вот это то, чего сейчас повторяется абсолютно. Там Мордюкова говорит фразу в фильм 69-го года. Мордюкова там произносит знаменитое. Ну, про Семена Семеновича Горбункова, которого играет Никулина. Тлетворное влияние Запада. И это же там как реприза. Понятно, что весь зал должен хохотать. Ну, понимая бред. Да, понимая бред. Понимаете, то есть уже советская даже пропаганда уже не была такой тупой. А она сейчас кормит ровно этим. Еще даже до войны были эти огромные статьи Патрушева в российской газете. Он все время рассказывал про тлетворное влияние Запада. Как живет Болгария сейчас, когда она член Евросоюза? Ну, она по официальной статистике там последний или предпоследний член Евросоюза по ВВП на душу населения. Небогато живет и трудно находит новый путь. гораздо труднее, чем не только там, скажем, Чехия, но и наши бывшие так называемые Прибалтийские республики. Непросто, ну, как и все, непросто. В том числе это связано, конечно, и с избыточной зацикленностью на Советский Союз, на связи экономический СССР. Это же даже шоком было одно время даже для Финляндии. Настолько она была ориентирована на советский экспорт-импорт. Кто-то скажет, вот видите, при социализме было лучше. Нет, не думаю. И я никогда не замечал никаких более-менее распространенных настроений в Болгарии, политических, что вот мы при социализме жили лучше. Нет. При всех трудностях, при всем, даже если смотреть и Софии, и другие города по оживленности жизни, ну что видит турист? Турист видит некий нерв жизни. Нет, мне кажется, что он выше, чем был в советское, в социалистическое время. Товарищ Вилкут Шерленков, первый секретарь, генеральный секретарь Болгарской коммунистической партии, был выдающийся ученик товарища Сталина. И вот это вот все было поставлено. Вот это надо было маленькой сельскохозяйственной стране водрузить вот это все. Это было ЦК партии, партии и дом. Более того, на шпиле там была вот просто кремлевская красная звезда. Вот такая вот. Потому что во всем соцлагере все должно быть по-советски. От Госплана до пионерской организации. Вот Госплан, который руководит экономикой, а чего она все время дефицитная? Потому что он так все запланировал. вместо рынка. И вот пионеры там это, октябрята, у них было септемвричи, потому что 9 сентября считалось. Вот. Гимн социалистической Болгарии. Второй куплет. Сейчас не исполняется. Вперед, братья-болгары, с нами Москва в труде и в бою. Великая сила партия. Великая сила партии ведет наш победный строй. Вот было ли вообще государство на белом свете, в гимне которого бы пелось про чужую столицу и не упоминалась своя? А про Софию нет ничего там? Нет. Сейчас поют просто первый куплет. Там одна география. И было все по-советски. И был свой ГУЛАГ. Ну, маленькая страна. ГУЛАГ был маленький. Вот. Белин такой там концлагерь был. И были всякие кровавые процессы. Трайчо-Костовская банда. Это Трайчо-Костов был член Полетбюро. Ну, то есть много болгар сначала почикали еще в советской эмиграции в 37-38. А потом вот этот Червенков он еще там с другими расправлялся. Потому что были чистки титуистов. Когда у бандита Броза Титана все будет карта бита там титуисты отыскивались еще в Румынии в Болгарии. Они сначала повесили Никола Пятков это был не коммунист. Ну, здесь была сильная крестьянская партия. Ну, и чтобы она не мешала надо было лидера просто повесить. У них почему-то кроме расстрелов были повешения у болгар. Тогда а этот Трайчо-Костов был членом Полетбюро. Его грохнули потом реабилитировали и вот в квартале Лозенец там есть памятник Трайчо-Костову. Да все. И это называлось все. Вот это именно челлен советский опыт. Ценный советский опыт. Все должно быть перенято. Все должно быть как у них. Ну, то есть мы уже умеем жить и сейчас научим вас. Да, конечно. Это старший брат. Ну, и разумеется, да, и все по этому поводу, ну, разумеется, про это ходили сплошные анекдоты. То, что Россия сейчас пытается сделать с Украиной, это то же самое? Ну, конечно, это имперский взгляд. Мы лучше знаем, как вам счастливо жить. А здесь это еще зиждилось на том, что мы же вас освобождали и вы должны нам быть всегда благодарны и делать так, как мы говорим и не еще тут выделываться. Кто-то скажет, Россия же действительно освободила Болгарию. И что, у нее разве нет права вмешиваться каким-то образом, помогать? Это не моя позиция. Вот ты освободил. Ты освободил для того, чтобы люди дальше жили своей жизнью или ты освободил, чтобы они всегда были... Или ты их фактически завоевал, они должны быть твоей колонией и должны слушаться твоего диктата и петь про твою столицу в своем гимне. То, что мы вздрогнули сразу, полиция по-русски написана. Это написано по-болгарски. Это по-русски написано болгарскими буквами. Написано советскими буквами, а слова не те. Так, давайте зафиксируем. Это тоже было выдавливание имперскости из меня сейчас. То есть не вся вышла. Да нет. Нет, нет, я серьезно. Вы не представляете, какую я работу в этом году веду над собой в этом смысле. Давайте просто зафиксируем. Это оно или это я просто неправильно выразился? Да... Не живите так подробно, как говорил вышеупомянутый Лев Толстой. Не ищите каждую блоху и не бегайте. С мухобойкой за нею. Многие будут слушать наш разговор и у них возникнет вопрос, а почему имперскость это вообще плохо? Почему? Потому что кончилось то время вот этих Австро-Венгрии, в которых было 18 что ли команд в армии. Ну, в империи все распались собственно после Первой мировой войны. Потом наипоследнейшее раскололось португальское, которое к тому времени было, ну, совсем Португалия превратилась вообще в какое-то захолустье Европы, но все-таки держало Анголу, Мозамбик. А это 74-й стало быть год. Потом наконец Советский Союз. И ну, это изжило себя. А самое главное, ну, это же все распадалось по причине того, что оказывалось нежизнеспособным в новом мире, да, как британское, ну, вот как нельзя было не отпустить уже Индию после Второй мировой войны. Невозможно. Невозможно было дальше даже делать вид, что Австралия и Канада как-то находятся в орбите. И слава тебе, Господи, что хватало все-таки толку чаще расходиться, ну, вот Британии, например, да, чтобы сохранять это самое мягкое влияние, продолжать быть образцом цивилизационным таким, да. Ну, там не без всего было, но все-таки в конце концов, да, у Англии хорошая репутация и в Индии, и в Австралии, и в Канаде, и даже в Ирландии теперь уже. Хотя раньше было совсем плохо. Мир делится не на ад и рай, а на Британию и Ирландию. Откуда это? Мернад Шоу, которое ирландец. Мы не знаем даже, какое количество классиков, которые мы считаем классиками английской литературы, они ирландцы. А потом ты выезжаешь в Шотландию и тут ты узнаешь, что еще кучу кого-то считал англичанами и они еще являются шотландцами. Думаешь, господи, ну хоть Шекспир-то остался, где спички-то? Да, потому что, когда Стефенсон, когда Овечка Долли, это тоже клонирование, тоже шотландское, там, ну и прочее, думаю, мама дорогая. А мы же так этих всех покрывали. Раньше же в России вообще это все называли Англия, англичане. Даже раньше даже не... А как вы считаете, это великая державность, она с нами навсегда? То есть у нас это ДНК или это сильно зависит от режима и, как следствие, среды вокруг? Я думаю, что все-таки зависит от режима и среды вокруг. И я очень надеялся, и мне казалось, что это абсолютно суицидально опять в такую историю влезть. Я полагаю, что все-таки это уж наивно и последний раз. Но это же просто... Ну так же нельзя. Ну вы понимаете, да? Но это не может кончиться добром. Я думаю, что никто сейчас, даже самые оголтелые пропагандисты не могут внятно объяснить, а чем хорошим это должно кончиться, по их мнению. Даже вот если исходить из официальной каких-то позиций, которые даже не определены. Даже официально ничего не сказано. А какой цели вот это все имеет? Вот это вся компания военная. К чему она стремится? Что считают они победой? Они зафиксировали победу этими референдумами, а потом украинцы вернули себе херсон. А Запорожья даже и не было. Его анонсировали, как уже Россию. Оно еще не знало о своей этой счастье. таком. И что? Ну, куда? Понимаете, Камзол с самого начала застегивался не на эти пуговицы. Ну, не может сойтись уже. В советское еще время бургас, как помню, вокзал. Касса закрыта, но там свет горит. И какая-то стайка людей стоит. А я так, ну, не смотрю. Сунул туда, ну, непонятно, чего. А мне что-то там надо. То ли я покупаю, то ли компостирую. Вот, заглядываю в это окошечко и, не обратив внимания, кто стоит, у тебя нечто казаха придет за тварь, что такое там, говорю. Они чего-нибудь сказали, прежде чем закрыть, потому что непонятно. Ну, вдруг сказали там на 10 минут. И вдруг «Мы не понимаем этого вашего языка». Я говорю, типа, извиняюсь, отхожу, думаю, конечно, про себя, ну и дура же ты. А мне вслед несется еще больше. Типа, ну вот я тебе говорила, что когда им надо, все как миленькие по-русски говорят. Вот как? Ведь ты не развернешься, и ты ей ничего не объяснишь, ничего ты ей не расскажешь, что так нельзя, что за тебя, тетя, стыдно, что, ну, ну, ну что ты можешь с этим сделать? Про имперскость иммигрантов в Средней Азии мы говорили в прошлом году с рэпером Лакемином. Вы вряд ли смотрели, но там есть момент. Ну, то есть, симпатия по отношению к меньшинствам, инвалидам, приезжим и так далее. Ну, вот история недавняя. Раздувать начали этим летом, на самом деле, насчет того, что приезжают мигранты и представляются русскими именами. Типа, для удобства русских господ. Понимаешь? Это отвратительно. У меня вешал шторы чел, такой, типа, я вас спрашиваю, ну, тебя как звать? Мне тебя записали? Он, Толик. Я, блядь, ты не Толик. Вот ты вообще, ты нисколько, ты на одну сотую процента не Толик. Ну, да, толку. Я ему объяснил эту тему, то, что мне важно было узнать, потому что я хочу знать точно твое имя, нужно это нормализовать. Для Локи Мина это было важно. То есть, чтобы вот это вот упрощение имен, ну, которое в его представлении часто бывает некомфортно для людей приезжих, вот, оно не происходило. И он записал так. Я сейчас вспомнил, снимали старые песни о главном, два, и Джаник Фазиев был режиссером. И он всегда себя называет Джаником, и все говорят Джаник Фазиев и прочее. И, зная за некоторыми популярными артистами их великодержавность, я специально говорю, Джахангир Хабибулаевич, подождите, пожалуйста. И все говорят, бля, как ты это можешь произнести? Так говорили. Джахангир Хабибулаевич, что тут не произнести? А вы так дразнили? Да, да, да. Я именно понимая, что они на это среагируют. Они это не стеснялись при нем сказать. Ему это было ок? Ну, он понимал, что я подтруниваю, и, ну, как-то мы там переглядывались по этому поводу. Кто бы рассказал вам тогда, да, что в 2022 году будет такое переосмысление происходить? А будет ли и происходит ли? Это вот мы тут что-то рефлексируем, думаем про то, что до чего нас это довело. Вот никогда добром это не заканчивается. Я всегда был убежден, что вообще вот это вот все про великодержавность, вот это все никогда не закончится добром. Блин, ну, это все опять будет. И главное, что сами настрадаемся. Больше-то всего. И сколько раз вот это широко шагаешь, штаны порвешь, было уже в русской истории. И каждый раз, мы же все убеждались, каждый раз, и в соцлагере, и даже в бывшем Советском Союзе, мы каждый раз куда-то приехали, убеждали, что, блин, это что, мы русские? Вообще так хуже всех живем? 24 февраля вы были в Екатеринбурге. Вы показывали фильм. 23-го показывал фильм, слегонца отметил, подумал, какой я молодец, что отметил слегонца. Положил форму, собираюсь сходить в фитнес, потому что были сплошные переезды вот выступления на таких премьерах. Посыпаюсь по будильнику, думаю, что у меня столько сообщений-то. Вот и узнаю. И стало и не до спорта, и не до завтрака, и вообще ни до чего. Что вы делали дальше? Сначала ходил по номеру, орал сам на себя, чего-то, никак не мог собраться ни в какую. Потом надо было ехать, потом как-то подуспокоился, потом накатил, знаете что? Я тогда подумал про санкцию, удивительное дело. И вот почему. Аэрофлот произносит эту свою фразу. У нас один из самых молодых воздушных флотов в мире, там что-то такое. Ну, блин, это же самоуязвимое. Вот Магдавян. Да, продумал про все три, которые такие самые были очевидные. Это то, что самолеты, конечно, не будет арбасов и боингов. Ну, арбасов и приезжают. А он такой новенький, вот прям, ну, Москва и Екаджи там летают, как воздушные такси. Он весь скрипит, да, вот эти все оранжевые, с желтым сиденьем. И это все гордо несется. И остается год. Сто лет аэрофлоту будет в 23-м. И как он встретит? Второе, думаю, конечно, прокат легко отсекается. Кинопрокат, да, что все, никаких блокбастеров, шмакбастеров. Что-то как раз в это время, ну, гряло. Вот. И третье вспоминается, что вот только что был Мишлен, и как выходил Собянин, и говорил, что вы герой, и как это важно для всей индустрии, для образа столицы. Думаю, вот этот, вот даже этот лоск, который есть, даже то, немногое, что вот, ну, как будто бы создает, и это будет вот сейчас прутся смыто. А потом, знаете, что, вспомнил, как они там все сидели 21-го числа на этом Совете Безопасности-то. Думаю, ну, вот Путин, там, Батрушев, Матвиенко, там, Нарышкин. А они же никто. Не летают рейсовыми самолетами, не ходят в кино, не беспокоятся, как забронировать место в ресторане, вообще куда-то пойти, позвать семью, друзей, с кем-то встретиться, чего-то попробовать. Это же ничего этого нет. Они же вне этой жизни. Они и не думают про то, как там эти санкции, шманцы, ну, и так далее. И дальше список и серьезного, и несерьезного можно составить там, вот такой длиной. Они же вообще живут вне 21-го века. Ну, Путин прежде всего. Ну, вы про Россию в первую очередь думали? Да нет, конечно, думал и про Украину, и, конечно, про этот ужас, и, конечно, про ужас вообще состояния, до которого дошли, и того, что невозможно было в это поверить, что вот таким вот дистиллированным злом это пойдет, что вот просто русские танки идут на Харьков, хотя там даже это объявление путинское, оно тоже содержало, ну, как это всегда, во-первых, специальная военная операция, во-вторых, каким-то сверхточным оружием, это типа бесконтактно, так как Сирия поначалу, откуда-то издалека будем струлять по каким-то там сугубо военным объектам, но когда потом, ну вот прямая армада, ну в тот же день это все стало ясно, ну вот просто седьмая симфония Шостаковича, там-там-тарам-там, и вот это мне казалось, что это же нельзя продать, когда, ну, эту картинку за хорошее нельзя выдать, оказалось, можно, ну для кого-то можно. Как вы объясняете спустя 300 дней цель? Никогда не объясняю. Что хочет Путин? Они не объясняют. Она была, очевидно. Судя по тому, какой был замах, было понятно. Действительно, там в 2-3 дня, на которые, кстати, закладывался и Запад поначалу, что-то там 96 часов отводили, не помню, кто немцы или кто-то, вот. Они захватывают Киев, очевидно, власть какая-то другая. Помните, там из Белоруссии отеческие советы уже давал Янукович, ну как-то он там в обузе Красной Армии двигался. А может быть, там Медведчук на что-то претендовал. Ну было совершенно понятно, что с этой властью будет покончено. Они еще, очевидно, почему-то надеялись, что там освободительная миссия там называли, что там типа Харьков встречает своих освободителей. И это, конечно, была отдельная дикость, потому что я после 2014 года очень много ездил по Украине, по разным городам. Трижды Львов, трижды Одесса, дважды Днепр, одиннажды Харьков, Киев, не знаю сколько, может быть, по 10 раз, наверное. И с кем я общаюсь? У строителей каких-то выступлений, киропрокатчиков. Я с фильмами ездил в основном. Ну, свои съемки, плюс фильмы. Ну, тут принимающая сторона какая-то. То есть, это такой вот upper middle class творческой интеллигенции, русскоязычные. Ну, может быть, они и билингвы, да я же, конечно, максимально радушные ко мне и вообще к каким-то культурным контактам. Но даже в этой среде мне было совершенно понятно, что нету этого ничего. Что у них другая идентичность. Поезд ушел. Ну, всего того, на что они там надеются, что один народ, вот это ощущение, что можно и под Москвой жить там, ну, в смысле, под Кремлем, под властью Москвы. Ну, нету, это все утраивает. Может, они когда-то и были представления, я знаю, у Кучмы, например, про один народ, вот эти, ну, ВПК-шные инженеры, действительно, они были русскоязычные, все, но ушло. 30 лет прошло. Выросло новое поколение. Да и все эти люди, которые сделали уже карьеру в Киеве, там, во Львове, там, где-то они не мыслят. И для них оскорбительно, для даже русскоязычных, даже вообще русских. Сколько у меня там знакомых, которые, ну, просто с русскими фамилиями. Вот. Ну, я просто его называл так, что ничего, Валера Зайцев, замечательный ресторатор из Днепра. Ну, тончайший просто вот человек, ну, просто Моцарк по вину. У него просто этикетки, ну, какие я бы выбрал. Вот, включая Гравнера и всех грузин, оранжистов и прочее, прочее. Ну, я же знал, что для него было бы оскорбительно, если бы ему сказали, что он теперь должен жить под московской властью, что Днепр это оказывается му. Для него дикость. Мы этого не обсуждали, но я понимаю меру его гордости, что он состоялся, что вот в Днепре такая есть гастрономическая культура, вот к нему ходят, потом там чудесный ресторан с фантастическим названием Мыши Бляхера. Там вообще это замок. Да нет, там веселый народ. Вот. И другой, другой. Это все равно, что Питеру сказать, что нет, вы будете теперь вместе с Москвой. Ну, не все равно, конечно, но... в смысле, что... Ну как, у нас свое. Это мы. Ну, это просто оскорбительно полагать, что если ты придешь, то ты кого-то этим своим приходом исчислишь. Вот это сейчас без танков, без бомбежек, без ракет, без ничего. Вот даже просто политически прийти. Это и в Белоруссии невозможно, она гораздо более русскоязычная, чем Украина. Ну, в составе населения. Мы пока гуляли с вами по Софии, и почему-то речь зашла про лифты. Вы вспомнили, что... Ну, и вы стали рассказывать, как они на каких языках называются. У болгаров это с французского. Ассенсер. Да. Ассенсер. И там нужно писать мягкий знак. Редчайший случай употребления мягкого знака в болгарской... в болгарской письменности. У нас это из английского. Но вы сказали, что были серьезные разговоры о том, чтобы... Да, 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 да. Что лифт самоподымальщик, а телефон дальнеразговорный. В 1948 году борьба с безродными космополитами, когда и Россия родина слонов, кстати, про это тоже есть андот болгарский. Вот. И утверждение приоритетов не Джеймс Уата, а Ползунов, не Степенсон, а братья Черепановы, отец и сын Черепановы, ну и так далее. Не Монгольфье, а какой-то крикутной, который вообще потом оказался мифической фигурой, как будто бы воздушный шар первый создавал. Мы все изобрели. Да, мы все наизобретали. Вот. И Россия родина слонов, потому что мамонтов же нашли в нашей вечной мерзлоте. Ну, значит, мы и есть родина слонов. Все вообще произошло от России. По этому поводу был потом, много лет спустя, болгарский анекдот про то, что ООН объявила год слона. И там американцы «Слон и политика» издали монографию, французы «Слон и гастрономия», англичане «Слон и спорт». Все. А Россия, Советский Союз издал монографию «Россия, родина слонов». И только одна маленькая Болгария издала две целых книги. Первая книга это перевод с русского монографии «Россия, родина слонов». И вторая монография «Болгарский слон – лучший друг советского слона». Вообще про это было вот все то, чем больше партии и правительства говорили о том, что вместе с Советским Союзом только вот и вообще солнце восходит нам с той стороны, тем больше было анекдотов, типа встречаются русские и болгарин. В общем, идут русские и болгарин и встречается им золотой слиток. И болгарин говорит «Давай поделим поровну». А русский говорит нет, по-братски. Это все «Братская помощь Советского Союза», «Братский Советский Союз». «Россия и Болгария», «Подруги навсегда». Там все такое. А слово «Россия» употребляли? Они да, чаще. «Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очикарие, где ж ты, мой родимый край? Впереди страна Болгария, позади река Дунай». Заканчивается «Хороша страна, Болгария, а Россия лучше всех». Серьезно? Да. Такая концовка? Михаил Исаковский, стихи, музыка Матвея Блантера. «А Россия лучше всех». Родина должна быть человеку лучше всех. Грузин ведь считает своим счастьем, что он родился грузином. Это нормально. Мама лучше всех на свете женщина. Это другое. Нет, ничего плохого нету в патриотизме. Просто ты на чужой каравай рот не разевай. Ты не говори, что все Федоровы, они под твоей дланью. Как вы отреагировали на этот спич про Федоровых? Ну, он написал Оксимирону, что, внимание, осторожно, тебе грозит опасность. Все Федоровы, они у Путина. В кармане должно быть. Хотя, на самом деле, даже не смешно. Нет, конечно. Ну, а как к этому относиться? Ну, это уже тот случай, когда уже надо смеяться для того, чтобы не сойти с ума. А как должны напрячься в Белоруссии, в Казахстане, особенно северном, все Федоровы, в Латвии? Спору нет. Идет соревнование, кто еще жучче чего-нибудь скажет. Почему этого хочет и попробовал этого платить Путин? Он хочет реставрировать Советский Союз? Не знаю. Он хочет быть Петром Первым? Нет, мне кажется, что это, чем далее, тем более, у меня ощущение, что это для того, чтобы было понятно, зачем он еще и в 24-м году. Ну, когда идти на следующие 12 лет. Ага. Ну, смотрите. А, просто для сохранения власти? Были проблемы, но это логика пожизненного правления, которая заставляет не менять власть, а делать вид, что он обновился. Это же надо будет Путин 4.0, да, получается. Да? У него были проблемы в 11-12 году, немножко все зашаталось на этих всех протестах, и вообще тут кто-то показал зубы, да, потом Навального сдуру они пустили на выборы, и он там почти 28 процентов, убрав просто все эти парламентские партии просто в никуда. Стало просто ясно, до какой степени бутафорией является вся эта система, и потом был крымский консенсус, который все опять восстановил, на почве чего, значит, был 18-й год, который еще был на бреющем полете этого пресловутого крымского консенсуса. А теперь должно быть обновление. А потом, смотрите, вот мы все разбежались, Эхо Москвы вещало 30 лет, и веник Алексей Алексеевич Венедиктов очень гордился, что он пьет вискарь с Песковым, и вот с Лавровым, по-моему, тоже, да, ну и где он теперь пьет вискарь, с кем? Это же казалось, будет вечно, ну хотя бы для отвода глаз, тут так, для плезиру будет кто-то там все-таки вещать из Эхо. Ну и все, и разговорчики в строю. Все, не существует вообще никакого мнения. Все только единогласно уже. Прям совок-совочек. Это же невозможно было бы достичь. Смотрите, внутренний эффект какой огромный. Плевать там на внешнюю там эту изоляцию и чего там на фронтах и прочее. А дома-то какой ажур. Кажется, в нашем интервью пятилетней давности вы говорили, неужели ему хочется стать Брежневым 21 века. Говорили вы про Путина. Кажется, с Брежневым уже не актуально. Да ему пофиг. А с кем актуально? Не знаю, под кем он себя чистит. Мы не можем понять его логику. для вас. То есть, если тогда он действительно был похож на Брежнева. То есть, человек, который собирается долго до безумия. Ну, во-первых, Брежнев был 18. И нам казалось всем, что это вечно. При том, что тогда время шло гораздо медленнее. А он уже 22. А по этому мандату 24. А после этого еще 12. И того 36. Да не, это все хромает. Как там это было какое-то определение Николая Первого? Что не много Петра и много Фельдфебеля. Ну, А для тех, кто не понимает, кто такой Фельдфебель, кто это? Ну, он теперь офицер. Ну, в общем, младший под офицерский чин. Ну, такой солдафон. Вот старшина говорит, ревняйсь! Мина! Ревняй на свинок! Прапор. Вы сказали про совок-совочек. Опишите Советский Союз в трех словах. Ложь, насилие, химера, не знаю, какие там три слова. Понимаете, в трех словах не очень написано. Ну, такие фундаментальные категории, на которых он держался, конечно, ложь и насилие. Ну, и химера, потому что он был несбыточным. Я хочу вернуться в 2003 год в программу «Школа злословия», куда вы пришли. Авдотья Смирнова, Татьяна Толстая, вы. Очень странная картина, когда вас, вам задают вопросы по поводу того, что считаете ли, что реставрация совка началась с программы «Старая песня о главном». Долгие-долгие пререкания, и вы покидаете программу. Для начала вы уходите и говорите, что я сделаю все, чтобы эта программа не вышла в эфир. Леонид Парфенов, который все годы, что там, как минимум я его знаю, это человек про свободы и в том числе свободу слова, и Леонид Парфенов, который говорит, что я сделаю все, чтобы эта программа не вышла в эфир. И она не вышла, как я понимаю. Как одно с другим сочетается? Я сказал, да. Потому что хамили, потому что программа должна быть с интервьюером. Зачем вызвали меня? Для чего? Что вы мне тут? Кто вы мне таким меня воспитывает? Но админресурс. Сказал я, это нормально. Я позвонил Пономареву. Ничего не это самое. Просто сказал, что это свинство. Они могут обсуждать меня сколько угодно без меня? Пожалуйста. Да, они там еще чего-то там было. Обыдывал еще омерзительный репортаж Лошака. Был такой оборот. Нет, я позвонил этому самому. Я говорю, послушайте, вы тогда договариваетесь как-то с гостями. Нет, я им прямо сказал. Они потом подходили и говорю, нет, я позвоню Пономареву. Нет, принимать решение, конечно, ему, но вообще это свинство. В итоге она не вышла? Ну, у нас спустя какое-то время ее выложили. Ее выложили в интернет спустя год. Да. Не, наверное, я лишку. Но они меня достали совершенно. Наверное, что? Наверное, это я лишку. Ну, просто это же абсолютно в духе того телевидения, против которого вы... Нет, нехорошо. Нет, нехорошо. Поступок не из лучших. Не надо было ходить. Знаете, я уже много раз это не относится еще к присутствующим. Не надо давать дурацких интервью. Но ведь других не бывает. Вот никаких и не давайте. Ну, по принципу не считайте советские газеты. Тем не менее... Я не раз так попадался. Тем не менее. Я попробую перевести эту дискуссию без кривляния и прочих вещей, которые были в ваш адрес в этой программе. Но если вот убрать эти кривляния, перебивания и все остальное, в 2022 году вы все так же не чувствуете никакой вины, пусть даже невольной, за то, что реставрация с совка началась в том числе благодаря вашему таланту и вашей энергии. Про старые песни о главном? Не только. Давайте все вместе рассмотрим. Во-первых, старые песни о главном. Во-вторых, намедни про советскую жизнь. Вот я даже про свои сейчас впечатления говорю. Это всегда очень классно смотрелось на медне. Это всегда было сделано супер качественно. И сейчас, отматывая назад, я понимаю, что вот для меня... Я смотрел это еще ребенком. Ну, то есть я понимаю, подростком, начинающим, входящим в тинейджерство. Но очень часто и в выпусках на медне телевизионных, и особенно в книгах вся эта жизнь выглядела настолько яркой, настолько сахарной, часто безоценочной, что могло сложиться впечатление, что, блин, а совок, это же реально просто вот-вот по-голливудски роскошно. Рената Литвинова, который описывает моду того времени, вы невероятно яркими словами все это описывающие. И, в общем, даже чувствовался и визуализировались наряды, про которые вы рассказывались. Чувствовался запах напитков, еды и всего остального. И вот сейчас мне кажется, что невольно, ну понятно, что вы не закладывали это, это не было ваше целое, невольно какое-то большое количество людей, оно взрослело, или просто жило, будучи уже взрослым, когда это выходило, и думало, что тогда была нормальная страна. Ну, у вас какое-то очень смещённое восприятие, кроме Рената Литвиновой, которая действительно там комментировала стиль и объясняла, как нужно голодать, голодать, голодать. Это про хула-хуп она объясняла, да. Там был Егор Тимурович Гайдар в качестве экономического комментатора, в качестве всякого сельского хозяйства, особо провального при социализме, был Анатолий Стреляный и международную политику Сергей Караганов. Я не припомню там ни одного ласкового для советского строя комментария. Никогда не забуду, я, кстати, был поражён, как здорово делал эти свои кусочки Егор Тимурович. Знак качества, кажется, в 67-м году, что экономика советская не знала качества, знала только количество. Обувь, которую нельзя носить и прочее, прочее. И он начинает комментарий про этот знак качества, который тоже ни к чему, разумеется, не привёл. Что вот какой-то старый анекдот, я его не слышал. «Жужжит, летает, в ухо не залетает». Что это такое? Правильный ответ. Советская летающая жужжалка для залетания в ухо. И дальше объяснение огромного количества выпускаемой продукции, которая не являлась тем, чем на самом деле называлась. Про тома, тем более, никак не могу это сказать, потому что, в отличие от восприятия киношного, экранного, в томах это жёстче. И я не помню ни одной автограф-сессии, на которой бы не находился читатель. То есть кто-то говорил, что «Ой, это так было мило, действительно, да». Но не помню. Особенно почему-то на Ленинградский дом книги там обязательно было несколько человек. И препирательства были такие, что «Ну, хоть уходи, хоть». Ну, или их выводи, или сам уходи. Вот почему? «Сука! Дебле! Родина дала, сука! Лучшее в мире высшее образование, а ты её обсираешь». Нет, то, что... Вообще, самый главный вопрос – это книга просоветская или антисоветская. И, конечно, антисоветская было больше которых. Ну, кто вообще задавался таким вопросом, чаще были люди, которые осуждали антисоветскость этой книги. Я не полемизировал с тем, что обсираю, не обсираю. Я доказывал каждый раз, что не такое уж лучшее высшее образование мне дала Родина. Так, а старая песня о главном? Ну, понимаете, какая штука? Застольные песни во всём мире закончились к концу 60-х годов. Я много раз бывал на разных американских днях рождения. Они очень похожи с богатыми советскими, потому что под «Май Уэй» сенаторы начинается такая фотопрезентация. Ну, слайдом через это «как родился, крестился, женился, ребёнок в армии, это, друзья, это». Ну, идёт вот это, и все умиляются. И звучит, значит, сенатора «Май Уэй». Вот. Ну, давайте скажем, что это вот возвращение что, к бутлегисту всякому, да? Сенаторы, связанные с наркомафией, с этими чёрными притонами на Кубе, к кем там ещё, ну и так далее. Как он воспет, как он показан в «Крёстном отце»? Воспет смысле. Ну, он там как бы непонятный, какой певец, но понятно же, какой. Вот. То есть вы создателем мифа себя не считаете? Нет, я не считаю. Понимаете, ничего нет уж. Что вот мы с вами можем спеть хором? Ну, мы будем петь советскую песню. У нас в конце концов, ну, может быть... Ну, мы с вами уже нет. Ну, да, да. Мы с вами, учитывая, как вы вошли в русский, в современную русскую музыку. Это 27 лет назад было же. И 27 лет назад каким ты был, таким ты и остался Орёл Степной, Казак Лихой. Но я жила, жила одним тобой, я всю войну тебя ждала. Это... Не знаю, у меня так мама пела, и подруги пели, и сейчас поёт. Иногда с ней поёт. Под аккомпанемент. Правда, я в Ютубе включаю, чтобы нам не сбиться в словах. Ну, потому что в советские песни были как 4-5 куплетов, там обязательно что-нибудь переставишь. А потом не сходятся. Вы продолжаете общаться с Филиппом Киркоровым? Да мы и тогда-то не общались особо. Просто бывали какие-то случаи... Ну, как, вы переписывались, он у вас был в итоговом выпуске. Вот с того времени я, по-моему, никогда его и не видел, и не списывались. У вас есть знакомые, которые поддержали войну? Нет. Такими, с кем бы я продолжал общаться, эти все размежевания произошли раньше. То есть я сейчас не общаюсь ни с кем. И эти размежевания произошли раньше. Ещё до войны. С той категорией людей, которые... Я даже теперь не интересуюсь. Наверное, поддержали. Даже не пересматривался. Но такого, чтобы кто-то, с кем у вас было общение и на момент февраля... Нет, раньше всё. Нет, всё раньше случилось. Нет, все эти общения оборвались гораздо раньше. Вот то, с чего они совершенно признавали, и очень гордились это своей заслугой, что они впервые раскрыли этот талант. Это Алла Пугачева. Так они это произносили. Фестиваль. Фестиваль на българской стране. Это песен Златни от Орфей. Хиляда девять стотин сетемдесяй Пета Гудина. Която тяс печели. Значит, вот она выигрывает... 75-й год. 75-й год. Фестиваль Орфей. Где он был? Да, это Солнечевбряк. Это... Ну, Солнечный берег. Это курорт. С Орликина. Да, да, да. Вот это Орликина. Вот это вот. Вот с этого движения я сидел перед телевизором в Череповце. Я просто рухнул с дивана, что называется. Почему? Так это было... И быстрее, 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 быстрее. Напоп я пополз ближе к телевизору Ладога 203, потому что... Ну, это была свобода. Ага. Вот. Понятия никто не... То, что она неформально двигается. Вот именно в этот момент. Мама. Это было немыслимо по тем временам. Я не помню, кажется, Эмил Димитров, Леонид, что-то... То есть вот это объявляется... Оркестр, как помню, Вилли Казасян такой. Зачем я себе... Вот. Эмил Димитров, арранжемент, не помню, там... Это... Борис Баркас, по-моему, автор русского текста. Непонятно почему. Но это было сильнейшее впечатление. Вот. И тогда, я помню, это вот просто было, долго держалось. Пока связь с Емельяном Пугачевым казалась еще в этой фамилии, потом она оторвалась. Но вот это, что явился Пугачевский бунт, по первой программе центрального телевидения, вот... Балахом. Вы это воспринимали как Пугачевский бунт от культуры? Свобода. Это же каждый раз в москульте... Это очень интересная такая штука. Вот что-то... Вот эти вот движения... Я их не могу, конечно, повторить. Вот эти движения Элвиса Пресли, да? Это было что-то невероятное. Вызов в этом... Какую-то там двусмысленность усматривали сексуальную, и бог там знает что. Вот. Потом, когда битлы... То есть этого не было до сих пор. И никто не мог представить, что такое может быть. И вдруг является кто-то, как первый поп-идол, который был в Советском Союзе, Магомаев. Вот он раскинул так вот руки, и с этим громовым оперным голосом вдруг там запел все. Ему было там типа 20 лет. Да, 20. Не типа, а именно 20. И вот просто на следующий день он уже не мог ходить по улицам. Это просто завершение концертной Дней культуры Азербайджанской ССР в Москве. Идет трансляция. И 20-летний мальчик из Баку вдруг что-то... Боже мой. А вы удивились, что Пугачева не поддержала войну и уехала из России? Нет, не удивился. Но она... Ну я ее знаю как человека своенравного. И она долго крепилась. Я понимал, что не может быть, чтобы она... Она долго крепилась еще. Она бы могла это гораздо раньше сделать. И может быть даже в более жесткой форме. Мы же снимали старые песни о главном, когда и прочее. Много общались. Я просто знаю, ну такой как бы внутренний характер, тип ее. Я думаю, что вот тот хейт, который поднялся, это еще ее оскорбило. Типа она изменяет родине. Может, родина изменяет мне? Да, вот такой был. Мне кажется, что еще... Я думаю, что она не ожидала все-таки 40 лет находиться в статусе национальной святыни. Больше 40. 47. Как вы бы ответили на этот вопрос? Она изменяет родине или родина ей? Скажем так, официальная родина изменяет ей. Нет, в этом смысле, понимаете, от того, что вас, Пивоварова, Оксимирона, Нойза, родина, официальная родина, в виде властей, которые себя отождествляют с родиной, объявили иностранными агентами, я только хуже буду относиться к властям и лучше относиться к вам. И всякий, у кого был советский опыт, он привык к тому, что официальный табель о рангах – это одно, а настоящий – это другое. И вот тех настоящих родина обычно порицает. Вот во времена литературы центричности позднего совка продолжало действовать поставление журнала «Звезда и Ленинград», по которому Анна Ахматова – это, значит, блудница, мечущаяся между Богодельней и Ольковым, или что-то там, молельней и Ольковым, да. А растленная низкая душонка Зощенко, ну и так далее, и так далее, вот. Но я как читатель, мне не нужно было мнение власти для того, чтобы знать, что Анна Ахматова – великая поэтесса, а Николай Грибачев, лауреат Сталинской премии за поэму «Колхоз большевик» – это просто чмо собачье, это вообще литературой не является. Когда вы уехали из России? 25-го. В феврале. Почему? Ну, у меня были там всякие желтые карточки, и как-то я понимал, что красные, может, очень быстро. Желтые карточки? Ну, всякие были предупреждения, не хочу даже вдаваться в подробности, но всевозможные Роскомнадзоровские про контент и так далее. И я понимал, что при обострении выдать это за фейковость, там же непонятно, где административка переходит в уголовку. Вот этот вот щелчок. А потом, когда… Ну, собственно, было понятно, что прав, когда за то, чтобы войну называть войной, могут и семь лет дожидать. Ну… Вот. Разных там сведущих людей. Нет, а были и всякие проблемы с контентом, с банами, со всякими там делами. И они все были политические. И поэтому я как-то совсем не хотел. И, в принципе, вот в этом настроении, ну, вот это… Бум-бум-бум-бум-бум-бум… Барабанная дробь-то началась ведь сразу. Вот это невозможно было слушать. Вот в этом находиться просто было нельзя уж. Вот просто… Я вот как представляю, это «Зет» на Табаковском театре, как это у Венечки Ерофеева было. Вырвать, конечно, может, и не вырвет. Но сблевнуть – точно сблевну. Сегодня все распространяют фотографии с премии «Общество знания». Вы видели? Нет. Как исследователь двадцатого века, скажите, насколько уместен комментарий про то, что для сценографии премии «Общество знания» кажется, кто-то решил вызвать дух Лени Рифеншталя. Ума бы, дорогая. А это они знания как бы две «Зет», да? Да, но при этом, видите, «Зет» уже из латиницы переходит в «Кириллицу» и при этом… Ну вот как в этом жить? Как к этому относиться? Лезть на все это, пытаться срывать или как? Равнодушно проходить? Ну я уже проходил. Я жил в этом всем. С этими портретами Брежнева… Это никогда не забуду. Тогда фотографировать было нечем. Где-то висел… Где? В Сковской области. Амблокат такой был. Причем просто на дороге. Учиться, учиться и учиться, тире. Так завещал нам великий Ленин Эл И. Брежнев. Господи, что… О чем вот вы… Где же это все проходило? Ну понимаете, ну куда? Ну как можно? Я, к счастью, не видел то, что вы видели в Псковской области, но вот это кажется даже страшнее, потому что… Нет, это еще хай-течно исполнено. Это с хорошей подсветкой там, с этими самыми… Нюрнбургскими… С Нюрнбургскими… С Нюрнбургскими… С Нюрнбургскими, да. Ну трю… Да, да. Вот представляете, понимаете, вот в тот день, когда закончится война, хотя бы даже перемирием… Хотя бы вот… Но она остановится, по крайней мере. Вот это, конечно, ужасно и… И будут на это там соответствующим образом комментировать, но… Для украинцев в смысле ужасно. Вот для Украины тогда самое страшное будет позади. Для России самое страшное будет впереди. Вот поймите мое слово. Что вы имеете в виду? Вот как из этого всего выходить? Вот как из этого всего выходить? Как из этой отравы все… Вот я застал людей, которых навсегда искалечена была жизнь от развенчания Сталина и от понимания, что его теперь нельзя повенчать назад. И что тогда мы были неправы или развенчатели неправы. И как теперь к этому вернуть? Ведь Сталин – это чего там? Сталин – это слава боевая. Сталин нашей юности полет. С песней «Борясь и побеждая» наш народ за Сталиным идет. И ведь к этому не вернуться теперь больше. Ну вот время ушло и все. И что тогда? Мы не… Наша жизнь там лучшая часть прошла не так. Мы… Нас обманывали. Мы так вам верили, товарищ Сталин, как может быть не верили себе Михаила Саковский. А вы видели… Вы застали таких людей. Приведите пример. Ну, все старшее поколение моей семьи. Ну, конечно. А что происходило? Ну, они про это говорили. Они этим мучимы были. Вот есть воспоминания Константина Симонова «Глазами человека моего поколения». Единственный совестливый текст на эту тему. Кроме того, это был единственный человек, который был участником вот того знаменитого ночного заседания в Кремле, когда вдруг поделили всю власть при формально еще живом Сталине. Вот когда выходит Берия и предлагает Маленкова, поднимается Маленков, благодарит, делает своим первым заместителем Берию. Ну, вот это все. Бенефициары. Это единственная вообще запись, которая существует. Симоновская. И там он про это. Он был уже безнадежно больной. У него был рак. Это в 79-м году. Он надиктовывает эти куски. И там сначала объяснение, как ему пишут и пишут фронтовики. Он был главный такой военный писатель. Такой советский Киплинг. Ну, нет важнее темы, которая не обсуждалась тогда. В стране не существовало никакой дискуссии про Сталина. Только потом водители стали показывать, что вот он был власть, а вы не власть. Когда Сталин на ветровом стекле автомобиля. И советская власть с этим не боролась. Водители выставляли… Да. Сталина. А уж в Грузии как это было. Что вы не настоящий, а вот настоящий вождь. И у Симонова есть вот этот, что для всего военного поколения, для его поколения. Он был, ну скажем, 15-го года рождения примерно. И для тех, кто даже… Даже там 20-е годы. Вот все мои тети, дяди по отцовской линии. У меня там один был полковник в отставке. Он очень ждал, что в 79-м году Сталина реабилитирует на столетие. И он просто рвал и металл, и орал, и мучился. Был такой политработник. То есть когда вышла неподписанная статья в «Правде» к столетию Ивы Сталина. И там так это нельзя не признаться, нельзя не сознаться. А они ждали, что ну вот как бы вернут. Но вы еще про развенчание говорите. А ведь есть огромный риск, что когда война закончится, и если режим сохранится или последовательный режим, то борьба с внутренними врагами. И будут искать предателей, конечно. И через это пройдут. И даже если будет развенчание, все равно будет огромное количество народу, которые будут искать предателей. И этих развенчателей будут считать предателями, как Хрущева считали предателем. И до сих пор это дошло, что вот при Сталине это дело было. Вот это пострашнее, чем международная изоляция, деградирующая экономика, выпад вообще из мира, вообще вычеркнутость из цивилизованных держав. Вот это все назад возвращать. Ого-го. А будут ли когда-то нормально жить? Не знаю. Жаль, только в пору эту прекрасную жить не придется. И мне не тебе. Вынеси все. И широкую ясную грудью дорогу проложи тебе. Где вы сейчас живете? Больше кочую. Ну, то есть я живу в Европе, но и в Европе тоже кочую. И еще по многу бываю в Грузии. И дай бог, если получится, что это техническая база для выпуска в серии на медне, то буду еще больше там бывать. Лето я там, правда, не вынесу. Для меня слишком жарко. Да, я не могу. Я северянин, я прям совсем не переношу. А так там очень мне было сейчас здорово. Вот мы работали, я прям порхал. Старался сюда ходить пешком, хотя погода отвратная была. Вы живете в Европе, но вы говорили на нашем прошлом интервью, что недвижимости в Европе у вас нет. Что-то изменилось? Что-то изменилось. Когда началась война, вы выпускали на медне до мая. Были сняты серии? Да, серии про рифмы. А, нет, это другое. Это было в Инсте. А потом мы туда... Потому что боялись, что закроют Ютуб. И мы какое-то время повыпускали это вой в Инсте в телеге. А потом разместили эти рифмы. Новости про старости, те же грабли. Да, вы стали выпускать видео, не длинные, про то, что все новости теперь старости. Ну, чего-то хотелось реагировать на какие-то вещи. А вы сами не обалдели от того, как много старостей? Ну, если бы не обалдел, не хотел бы этим поделиться. Именно понимая, что это впечатляет меня, это впечатлит и других. Ну, вот я сейчас специально сделал целый выпуск Парфенона, где главной темой были вот эти параллели с финской войной. Вплоть до создания этих правительств, которые подписывают договор в Кремле и прочее, прочее. Референдумы. Референдумы. Ну, как бы референдумы. Ну, да, все там... Вообще, это была же первая гибридная война. Их там нет, нас там нет. Считалось же, что это войска этой Финляндской народной республики, которая вдруг возникла в Тиреоках. То есть вот в поселочке первом дачном, бывшем питерском. И тут же у нее вооруженные силы. И там даже танки и все. Да, да, да. «Принимай нас, Соми, красавица». Вы же верили прозрачно хотели. Когда я слушал в этом выпуске песню про «Принимай нас, Соми, красавица», ну, это же... У меня просто мурашки бежали по коже от того, насколько... Ну, это же просто гимн абьюзу. Да. И то, что кто-то из творческих людей это сочинял. Внимание! Там есть строчка, которую иначе как какое-то подмигивание нам. Раздвигай... Нет, раскрывай все-таки. И раздвигай. Наверное, раскрывай. Да. Раскрывай перед нами доверчиво половинки широких ворот. Это вообще какой-то... Кажется, что они там сильно насмешничают. Это, между прочим, братья Покрасы. Самые главные композиторы Красной Армии. Вот которые мы... Красные кавалеристы и про нас были некие речистые. Лучше бы вообще-то в ужас приходить от финской встречной песенки. «Нет, Молотов». «Нет, Молотов». «Ти-ти-ти-ти-ти-тара-тита» «Бобряков». Я понимаю, что я, видимо, самый необразованный человек на свете, но я только из этого выпуска узнал, что коктейль Молотова он назван именно по мотивам русско-финской войны, потому что Молотов – министр иностранных дел Советского Союза. Нет, и премьер. И премьер. А, и главное лицо этой войны, поскольку Сталин не расписывается. Да, да, да. Пак же Молотова и Риббентропа, по которому Финляндию отписали Советскому Союзу. Конечно, в том-то и штука, что он был официальным лицом советской власти. Сталин вообще не занимал никакого поста. Даже генеральным секретарем он перестал называться к этому времени. Это вообще феноменально. Он с Сталином работает. Это ровно то, что было у Путина, когда он был премьером, но все понимали, что он никуда не ушел. Он формально соблюдал Конституцию и ходил, значит, жалкий Медведев, делал вид, что он глава государства. Да, но тогда весенние кадры, когда простое население Украины готовит коктейли Молотова – это еще тысячная рифма. Там была террабарона, шутскор. Ну, страна-то маленькая, а тогда еще меньше населения. Они же собирались одним военным округом ленинградским. Вопрос. Учитывая, что в недавней истории нашей страны есть вот такая не только жестокая, неправильная, но и о закончившейся поражением война против Финляндии… Ну, формально ее объявили победой. Ну, потому что часть территории аннексировали. Ну, да-да-да. Забыли про то, что там должен быть красный флаг в Хельсинки. Да. А почему люди, которые… Ну, это совсем недавно. Это не Столетняя война, это не поход Ивана Грозного… Еще в 43-м году… Я не могу сейчас открыть, я все не процитирую. По-моему, в 43-м. А Твардовский, ну, величайший поэт такой вот народной жилки, народной линии в русской поэзии 20-го века, он написал стихотворение про пацана, который там погиб, про парнишку, который погиб в Финляндии. Да. Не знаю… В общем, там про то, что… Не знаю почему, но можете там привести, если это ляжет. Вот среди этой большой войны, вот тот погибший, на той войне незнаменитой, он уподобляет себе, как будто это я лежу, замерзший, маленький, убитый, на той войне незнаменитой, забытый, маленький лежу. А, то есть уже через три года забыли. Ну, просто отечественное заслонило, и как бы вот эта победа, на которой власть пытается и до сих пор жить на этом бензине идеологическом, что вот мы победители и поэтому… Вы-то что там делали? Вот. А ведь сейчас теперь уже получается, что… Уже не знаю, чему уподобить. Когда… Кто-то Тручак, что ли, написал про то, что это сдача Херсона, это манёвр Кутузова. Вот. Да, да, да. То есть Суровикин, Кутузов типа. А потом Лаврову сказали, что раз вы считаете Херсон своим, что же вы его бомбите. Он говорит, что у нас из Сталинграда был. То есть Суровикин и Василевский с Жуковым. Уже всё… Вот это такое бесстыдство. Ну, знаете, Александром Македонским-то кого-то уже назовём. Весь ресурс есть. Как скажем, так и будет. Вы любите петь. Нет. Ну, как нет? И в старом интервью, и сейчас. Я ценю… Вы любите цитировать пение. Вот. Но это факт. Я слышал историю про вас. Подтвердите, что здесь апокриф, а что там вообще ерунда. Значит, какие-то годы, ну, не знаю, нулевые или девяностые. Нью-Йорк. То ли Гарлем, то ли Бронкс. Вы там с коллегами. Да. Да, я понимаю, что имеется в виду. Это вам рассказал, наверное, Картозия. Или он кому-то рассказал. Потому что это был один коллега. Вы идёте по страшной тёмной улице. Да. Какие-то страшные люди чуть ли не скрепут. Да, и мы его… И я разогнал… Да, вы разогнали, как бы, очень опасных людей тем, что пели. Расскажите. Нет, но они потенциально были опасные. Расскажите, как было. Ну, какие-то совершенно страшные. Мы очень поздно возвращаемся. Гарлем или Бронкс? Нет, это было… Нет, мы не могли дойти до Гарлема, потому что мы жили с юга… Ну, Нью-Йорк. Да. Кроме того, это была глубокая ночь. И какой-то был квартал, когда везде стройки. Ну, вот так вот всё занавешено, да. И вдруг на каком-то углу стоят ребята такие… Вот… А мы так это под шофе… Так-так, ещё раз. Вы немножко напряглись, потому что действительно выглядело опасно. Да. И вы решили предпринять какие-то средства подстраховки. Да. Самообороны. Николай Борисович не знал этих слов. Ну, так он как-то вроде мычал, поддерживая. А это «Шумел сурово Брянский лес». Такая советская песня. Ну, хора Александрова, разумеется. Ага. В лесу врагам пощады нет. Летят советские гранаты. И командир им вслед кричит «Громи!» «Громи захватчиков, ребята!» И они так… Мне это подействовало. А вы шли и пели? Или вы решили остановиться? Мы шли и пели. Мы шли и пели. Мы шли вот как-то так. Ну, свиным рылом. Наступление крестоносцев на Чудском озере против Александра Невского. Мы вот каким-то… Набычившись. То, что мы точно должны были лишиться денег… Ну, вот просто к гадалке не ходи. Иначе чего бы они стояли и ждали. А мы до этого довольно шумно разговаривали, возвращаясь с… Мы ходили к дому Бродского. А потом возвращали… Потом немножко там в Little Italy попили винца. И такие веселенькие, тепленькие возвращались в гостиницу. Блин, это помогло. Ну, во всяком случае. Но они… Они… Это… Видимо, мы мега стремно выглядели. Угу. Они вот прямо пятясь, вот, задвинулись куда-то в эту стройку. Какой это год был? Это нулевые? А, это нулевые. 2002, да. Это когда мы перенимали у CBS методы инфотеймента. Вы ездили туда, как, условно, Ваня Ургант ездил смотреть лейт-шоу, для того, чтобы понимать, как это выглядит, как это делается внутри. А вы также ездили смотреть… Это у нас называлось «Золотые ярдиновские времена», когда генеральный директор, американец, хотел превратить НТВ во что-то. И программа «Намедни» уже выходила и была как бы такой… Мы поехали вот эти 60 минут смотреть, какие у них репортажи, что-то такое. Вася Арканов готовил программу. Вот. И потом мы были на выпусках. И очень интересные были летучки. Было тогда наводнение в Восточной Европе как раз. И не было… Вот первой новости не было. И что-то Буш там выступил, тогдашний президент. В общем, ничего не идет. Вот не с чего начать выпуск. Но упорно подвигается где-то на второе место, выходит наводнение в Восточной Европе. Но это непонятно. Американцам объяснять, что такое Прага, там чего-то. Это подтопило Прагу. Карлов мост прям залило водой. И вот выясняется, что в Праге был один слон, и он утонул в результате этого наводнения. Я спрашиваю, картинка есть? Все. Мы начинаем с этого слона. Появилось понятное человеческое измерение наводнению в Восточной Европе. И, значит, таким образом мы можем втянуть зрителя… В эмпатию. Да, да. И вообще, вот как бы почувствовать. Вот горе, да. Где-то… Никто не поймет, что Чехия. Да, увидят Прагу, такой нарядный город. Ну, вот есть какая-то столица. В ней, естественно, зоопарк. Конечно, есть один слон на такой зоопарк. Вот. И этот слон, единственный, который был в этой небольшой европейской уютной стране, он утонул. И вот… Да. Это CBS так делал? Да, да, да. А вы смотрели там просто как стажеры, сидя рядом… Да, да, да. Нет. И это было понятно. Мы говорили на одном языке. Это было очень-очень клево. И тогда я придумал, что пивоваров должен везти с чеченкой. Я чисто теоретически придумал. Что на пару будет… Сосед Вацуевой. Сосед Вацуевой. Я когда увидел филиппинку в паре с американцем… Боже мой, как я не понимал этого раньше. Ну, конечно. Очень активно шло замирение. Это еще… Ахмат Кадыров когда. Очень активно шло замирение. Типа все-все-все-все-все-все-все. Все. Войны нет. И все такое. И вот какой-то жест. И я даже специально еще решил, что не будем говорить. И так разойдется. Сарафанным радио разойдется, что на чеченке. А Сосед Вацуевой ничего. Ну, а как ты будешь говорить? А Сосед Вацуевой писать? Чеченка, что ли? Ну… И так все поймут. Это Муэдзин сейчас зовет на молитву? Да. Мечеть в центре Софии. А дальше за ней синагога. А дальше за ней синагога. А здесь света недели огромный бывший кафедральный собор. В Тбилиси есть такое место, где православный храм, мечеть и синагога фактически на одной площади. На что вы сейчас живете? Ой, на самом деле, ну вот сейчас чего-то из рекламы удалось собрать. И, собственно, серии на медиа не выходили, потому что мы никак не могли восстановить экономику. Я с завистью смотрел, что у вас все-таки там получается и с авиасейлзом, и там где-то. А вот сейчас вот что-то с тех съемок, которые были, трех серий, и «Парфенон» перепало, и были роялти, которые были от книг, а так больше на сбережения. Если представить, что работы нет какой-то ощутимой, насколько хватит ваших сбережений? Ой, ненамного. Не считал-то такого конечного. Очень завидовал все время другим и переспрашивал про какую-то экономику. Ну, пару заказов пришлось каких-то сделать. Ну, они ни от чего не спасали. Заказов? Ну, чего-то сделать такое, не публичного. Консалтинг? Ну, я много чего умею делать, да. Консалтинг? Ну да, типа. Или выступление в компании? Нет, не было еще выступлений. Собираюсь. Надо, конечно, это тоже иметь в виду. Сейчас еще появился Том, поскольку не стыдно, да, я не могу без инфоповода, без продукта. И вот выступать, вот просто выходить и бла-бла-бла, я не понимаю, что такой творческий вечер. Он просто стоит и говорит, а я что, не пляшу, не танцую, не пою? Вы поете? Ну, это я могу напеть, как иллюстрация. Вот. Сейчас вспомнил. В филармонии однажды было так неловко. Что-то как раз это было в связи с 46-60-е. Я что-то объяснял. Я очень люблю такие вот придуманные мною самим как бы квази-исторические законы. Например, чем строже режим, тем слаще тенора. Лирические тенора в Германии, в Италии, в сталинском СССР, они вот как-то, видимо, это связано, что людям хочется сентиментальности. И вот советский такой песенный сентиментализм теноровый, он был очень в моде тогда. Вот. И я тогда напел вот там, ну, это светит солнышко на небе ясно. И в какой-то момент чего-то и люди улыбаются, ну, и думаю, хорошо, ну, две строчки пропою. А потом вдруг я поднимаю глаза, эти огромные хрустальные люстры. Ну, зал-то предполагающий вокал. Да. Если бы хоть какое-то выступление такое было бы, во дворце молодежи каком-нибудь бывшем или еще чего-то. А бы осквернили как будто. А тут, да. Ну, боже мой. Это же большой зал в филармонии. Что я… Ну, просто я как-то так увлекся, что-то я объяснял про соревнования Лемешева и Козловского, и вот. Я хочу спросить вас немного про рекламу. Кто занимается «Евномедением»? По-прежнему Илья Овчаренко. Конец марта 2022 года. Уже месяц идет война, а в выпуске Парфенона реклама «Ростеха». Военная организация, которая отвечает… Там какая-то дочка. …за все оружие. И там вы произносите фразу, что «возродить станкостроение – государственная задача для корпорации «Ростех». Отечественной промышленности – отечественные станки». И также в описании в ссылке написано, что «в конце двадцатых годов прошлого столетия перед авиастроительной отраслью СССР стояла задача – организовать выпуск собственных пассажирских самолетов на смену «Юнкерсам» и «Фоккерам». Сегодня история повторяется. Госкорпорация «Ростех» форсирует создание нового поколения лайнеров, теперь уже на замену «Боингом» и «Эйрбасом». Редакции не несут ответственности за содержание размещаемых рекламных материалов. Я был бы очень рад не сниматься в рекламе, а чтобы, как на телевидении, рекламу давал рекламодатель готовым роликам. Это вы, Юрий, установили эту моду, в которой ведущий снимается в рекламе сам. Да это не мода, это правила Ютуба. Окей. Реклама должна быть частью контента. Вы заложили эту моду, мне нечего сказать на это, кроме вот действительно этой фразы. Да, меня заплевали во всех комментах, да, я это знаю, да. У меня не было другой возможности выпустить серии на меди. И возможности выбирать рекламодателя не было, и нет сейчас, и какое-то время рекламы не было вовсе. Леонид, сейчас вот смотрите, не как душнило, не как человек, который хочет вас заплевать. А как душнилище. А как ваш поклонник. Просто как ваш поклонник и человек, который годами радуется, что из всего русского телевидения один из немногих, из-за кого я, собственно, в работу эту стремился, в журналистику, вы один из немногих, кто остался верен себе, не прогнулся под этот режим и все остальное. Поэтому я сейчас как поклонник спрашиваю. Я все понимаю до войны. То есть кто-то хочет сотрудничать с ГОСТом, кто-то хочет сотрудничать с государством, кто-то не хочет. Каждый сам решает, рекламирует он Сбербанк или нет. Но месяц войны, и это Ростех. Это все снято до Нового года. Ну так вы пускаете же, вы через месяц после войны. Это все снято до Нового года. Ну это же ваша репутация. Да, я об этом постоянно говорю Илье Овчаренко, и теперь я скажу ему об этом еще раз, что мы за все расплачиваемся моей репутацией, а не вашей, Илья. Да. Все принимаю. Смотрите, здесь сразу несколько старинных автомобилей по городу. То ли выставка, то ли что-то еще. Мы с вами издали смотрели, что это. Но это не наше же, да? Да, да, да. Это Покарт. Нет, я уже присмотрелся. Это Покарт. Вот в Золотом теленке, когда автопробег, и говорит, а вы на Студебекере? Не на Студебекере. Папа твой Студебекер, дядя твой Студебекер. А писательница Вера Круз на Покарде? На Покарде. Ну а Стаббендер делает вид, что он знает, кто на каких машинах едет, поскольку он изображает из себя… Спица. Да, спица. Нет, самое главное, что они впереди пробега, их принимают за лидеров пробега. Они оказались впереди колонны пробега, и их там везде встречают. И все местные журналисты где-то в русской провинции спрашивают про писательницу Веру Крус на Покарде. Но это более поздний Покарт, конечно. Очень стилёвый. Большой стиль такой, да. А, вон, здесь Покарт, он крупнее написан. Последняя автоновость из России возрождает «Москвич». Верите ли вы в то, что получится? Давайте уже вот эту паровую машину этих самых… Ползунова-то, ну, это вот… Отечественный приоритет. Ну, чего останавливаться на «Москвича»? Надо же дальше откатываться. «Опель» 1938 года, самый первый «Москвич». Вот такая тачка. Какая, это, у Жванецкого была. «Ситроена» не видал. «Запорожца» – вот такая машина, вот такая, вот такая. Зато уж почётный караул, лучший в мире. О, палец устал, всем показываю. Страна лучшего в мире почётного караула. И «Запорожца», который можно принять за машину, только если не видел «Ситроена». Это были эти «Ситроены» 60-х годов, вот эти вот клёвые, с низкой посадкой такие. Это я так показываю, какой у неё кузов обтекаемый сзади. То есть вы не верите? То, что это будет машина, на которую можно будет комфортно ездить? Возможно, всё, что не противоречит законам физики. Но вот эти все… Костромская моцарелла… Мы уже всё проходили, советское шампанское было. Было советское шампанское. Его выпускали даже в городе Горьком. Представляете, какой… Далёке от Миноделения, да. Где шампань, да, а где это, да. Комбинат шампанских вин. И решили же… Ленинградское соединилось выше всего. Представляете, какое винопроизводство в Ленинграде. И медалей там было много-много. Пять пятьдесят стоило. Кому всё такую страну просрали? Шампанское выпускали в Горьком. И надо переименовать. Понимаете, вот это всё. Тогда нужен завод «Москвич». Автозавод имени Ленинского комсомола. АЗЛК. Каким он был? Ну всё надо… Почему какие-то глупые подробности? Надо весь контекст поднять. В 2021 году летом у вас вышел фильм про Нижний Новгород. Как он случился? Предложили они… Ну, в общем, это была заказная работа. Ну, таких бывает очень много заказов. Обычно я от них отказываюсь. Но Нижний Новгород был тот случай, когда мне было понятно, и они согласились с моей диалогой. И я с самого начала сказал, что это тогда только про… Ну, вот «Карман России» название. Да, «Центр частного предпринимательства России». Да, да, да. И вот про частное предпринимательство, про торговлю, про всё такое, про вот эту вот предпринимательскую инициативную жилку волжскую. Им это не очень вписывалось во всё. Ну, потом я сказал, что ну, тогда… Давайте тогда не надо, если не вписывается во всё. В конце концов, они согласились. Они это правительство Нижегородской области? Нет, нет, нет. Это были какие-то там спонсоры самого юбилея, связанные с этим юбилейным комитетом, которые жертвовали на этот юбилейный комитет. И частью вот праздничных мероприятий было в том числе сделать юбилейный фильм. Ну, просто там благодарности, в том числе вице-губернатор и… Ну, это они, значит, там составляли, видимо, из их соображений каких-то реверансов. Я даже в это не вникал, честно говоря. Просто мне 95% фильма было очень интересно. Они вообще не отличаются никак от ваших фильмов, в том смысле, ну, фильмов исторических. То есть я много безумно интересного узнал. Особенно то, как Самуил Маршак сочинял стихотворение… Багров и Бугров. Да, но для удобства он его Багров называет. Да, Бугров – один из меценатов еще царской России, который в том числе вкладывал образование Нижнего Новгорода. А там он кровопийца, естественно. А Самуил Маршак, у которого, если я ничего не путаю, работал помощником Владимир Познер, он выпускал детское стихотворение, на которое мультик потом снимали в Советском Союзе, что он сам на этих галерах не работал. Ну, не ходил старик Багров на Волжских пароходах, и не ловил он осетров при Волжских пароходах. Его боржи тянул народ, а он подсчитывал доход со всей своей флотилии. И самый главный пароход назвал своей фамилией. Да. Так вот, 95% – супер. Но концовка про возрождающийся газ, IT-центр и про то, что… Ну, это был, конечно, компромисс. Как тяжело вам он дался? Я не позволил исправить про Немцова. Я тоже, кстати, с интересом смотрел, будет ли там хоть что-то про Немцова. И надо сказать, что было. А хотели убрать? Ну, как-то, да, были такие пожелания. Нет, там компромисс. Они очень хотели… Ну, им было важно, что… Иначе бы получалось, что все в прошлом, а сейчас вот что-то справляем, у нас вроде бы чего-то есть. Ну, невозможно было в такое. Или надо было не соглашаться вовсе. Ну, собственно говоря, это случилось уже тогда, когда согласились. Они в конце немножко попили крови по этому поводу. Объясните мне вот одна из вещей, которую я вот никогда не понимал. Вот есть ностальгия по совку. Есть такой образ страны, победившей фашизм. Ну, это не образ, это правда. Они победили нацистскую Германию. Как это сочеталось с официальным антисемитизмом? И почему тысячи, может быть, миллионы евреев, живших в Советском Союзе, все равно по нему ностальгируют? Это я такой жестокий и не умеющий прощать человек, что никогда в жизни я бы не ностальгировал по государству, которое бы меня репрессировало, если бы я был евреем? Это… Чего я не понимаю? У меня был такой учитель, Александр Евгеньевич Бовин, политический обозреватель. Да, который писал речи Брежневу. Да, да. И вот он как-то Брежневу при обсуждении проекта речи… Вы рассказывали, здесь логику не ищи. Ты, Саша, здесь логику не ищи. Вот это найти логику, она все время противоречит. Российская пропаганда же тоже без конца противоречит себе. С одной стороны, мы с украинцами один народ, с другой стороны, оказывается, они вывели ядовитых птиц, которые, значит, поражают именно русских. Ну, как если один народ? Они-то и сами должны быть тогда поражены. Ну, помните, была эта история про… Да, да, первые месяцы войны. Да, да, да. Ну, это ладно, это государство, а я же про людей. У вас же наверняка много знакомых… Да нет, ну, пожилые люди часто вспоминают о прошлом времени как о лучшем времени, потому что солнце светило ярче, девушки целовали крепче, ну и вообще… Да. Как это… Куда моя молодость делась? Где песни твои, комсомол, в карман, где лежали гандоны, теперь я кладу валидол. И из-за этого можно, ну, как бы вычеркнуть из памяти то, что за фамилию, за еврейскую фамилию те не брали в институт, не говоря уже там про… Ну, кого-то вот их спросите, спросите Фридмана, почему он должен был поступать в институт стали и сплавов. Потому что почему-то железнодорожные и стали и сплавов туда пускали евреев. Почему он, вот, математик, там, физик и победитель всяких олимпиад, и сын государственной премии, ну, вроде так, в советскую элиту входящего… Даже он… Фридман-то, я думаю, не ностальгирует по Совку. Не уверен, может быть, и нравилось ему. Нет, ну, конечно, ну, конечно, человек с теплом вспоминает времена молодости. Я вот второй день хожу по Софии, и от того, что перехожу на болгарский, и только как будто молодею. Ну, потому что это я студент, который вот здесь вот… Первая заграница… Ну, вообще, все… По-моему, заметно, что вы прям загораетесь. Да-да-да, вспоминаешь, все… В голову лезут какие-то совершенно анекдотические случаи. Все кажется смешным и замечательным, да. Видите, вот я рассказал про эту телегу в деканах… Ну, представляете, да, если замдекана говорит, что люди такое пишут самотеком… Никогда не забуду, самотеком. Я даже не знал, что… Ну, такого применения этого слова. Но я ведь не это вспоминаю, а что было – клево. Мы вспоминали сегодня Владимира Познера, и по поводу дня рождения, и по поводу Самуила Маршака. Вы продолжаете общаться с ним? Нет. Давно? Ну, как-то… Ведь общение должно предполагать обсуждение, что ли? Почему он промолчал? Ведь это оглушительное молчание, оно меня, конечно, огорчило. Но обсуждать нечего. Но он промолчал, посчитал нужным промолчать. Это его право. Мое право к этому плохо отнестись. Обсуждать нечего. И после этого… Пока мы с вами здесь гуляем, вы воспроизводите наизусть все, что вам нравится из рэпа. Нойза, Оксимирона. И это цитирование огромными куплетами. Почему вам так легко это запоминать? Мне нравится. Нет. Почему вам так легко запоминать? Так все. Если меня впечатлило, то я запоминаю. А если не впечатлило, то, ну, нужно какие-то усилия. Но никогда их не прилагал. Зачем мне это надо? Это мне только от того, что мне положили в пол лицом на спецназовцы. Мы дрожим листом осенним осиновым. Они ищут запрещенные за форзацами. Уж все книжки из шкафов почти вынули. Я так не умею. Он ищет там-то под Бечевскую, там, что-то такое. Ну, такое русское народное блатное хороводное, что-то такое. Как будто домра играет. Даже не была лайка, а домра. А вы рассказывали, что популярность рэпа, она легитимизировала знания наизусть сейчас. Нет. Нет. Это очень ценно. Потому что большую часть моей жизни прошло, что ну ты и ку-ку, если ты знаешь стихи наизусть. Ага. И к вам так относились? Да, да, да. Я вот просто помню… То есть меня требовали объяснить, зачем ты это читаешь. Как это можно… Ну ладно, училка что-то задала, выучила. Ну понятно. Нахрен это как? Игорь Катышев в десятом классе с меня требовал ответа. Как можно читать такую ересь, как «Скиф и Блок»? Они были… Вот что такое «Стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикой ордой»? Ага. И я помню, объяснял, и как, и что. Вот идите все идите за Урал, мы открываем место бою. У «Стальных машин». Ну, в общем, чего-то… Они согласились, что, видимо, я тут какой-то кайф нахожу, но от этого я еще больше ку-ку. А сейчас, когда дворцы спорта, эти усложненные, ритмически прихотливые, отсылы к Маяковскому, Бродскому и Мандельштаму, вот спустя сто лет… Вот это «Почитай старших», «Величина старших». Вот когда Ваня ездит по Москве и проецирует русскую поэзию на спящие дома. И там «На чешуе жестяной рыбы»… Там прямо голос Маяковского… И теперь это не странно, когда люди это знают. А, да, да. Нет, это здорово. Они… Ну, кайф же, что они в этом чувствуют нерв. Ну, то, что и нужно чувствовать в поэзии. Ритм, да, вот какой-то драйв жизни, настроение. И тогда понятно, зачем, в принципе, ну, нужны стихи. Почему нельзя это изложить… Ну, там, краткое содержание произведения. Ну, прозой, да, вот какую-то аннотацию. Ну, отлично, это более открытые души. Ну, это эмоциональная открытость, эмоциональная готовность принять вот ритм, посыл, идущий от стиха, как свой, и повторять это наизусть вместе с любимым исполнителем. Во! Как вы думаете, что ждет эту многочисленную русскую эмиграцию, случившуюся из-за войны? Тут же нет никакой средней температуры по палате. Вот вы показывали Ваню, ну, из-за которой такой бодрый. И вот тур сейчас такой зафигачил по Северной Америке и по Европе. И пишет, и пишется. Вот Влади выпустил альбом, прям целый альбом. Вон как расписался Оксимирон. Он в России цедил раз в пять лет что-нибудь из себя. А тут при всей моей нелюбви к жанру диза, ну, это прям очень круто сделанный ролик. Так что все очень по-разному. Ну, многие, конечно, мучаются, и трудно даже чисто бытово устроиться, и какие-то доходы новые найти и прочее, прочее. Конечно, все очень. Что для вас пример самой яркой и самой болезненной русской эмиграции за последние сто лет? Что первого в голову приходит? Не знаю. Знаете, я очень любил Бунина, а потом очень полюбил Набокова. В результате русская эмиграция для меня была всегда очень ценна, потому что то, что они там продолжали делать ту русскую литературу, которая русская литература, а не ходили на первый съезд советских писателей, не присягали соцреализму в 1934 году и прочее, это для меня было очень важно. Что вот там оно билось. И они, кстати говоря, были твердо убеждены в том, что они Россия и что они русская литература. Это все эти… На двадцать седьмой год, на десятую годовщину, когда Набоков писал, что отметим им десять лет верности России, десять лет презрения, непринятия Савдепи и прочее. Бунинские окаянные дни. Десять лет верности России. Да. Да. Ну и они были правы, в конце концов. И в этом смысле это невероятная яркость. Вот чувство себя и своей неотъемлемости от России. Да. Это даже не то, что… Понимаете, даже в знаменитой формуле Андрея Платонова «Без меня народ неполный» есть некоторая оборона. То есть, ну вы накатили… А вот народ Юрий, между прочим, подруга считает… И тут тогда вы можете сказать, «А без меня народ неполный». Ну так… Так это тихонечко все-таки свое… Отставить. Нет. Они были то, что там не Россия. И там особенно их приводило в ярость. Они все-таки злобно читали советскую литературу. И это, конечно… Типа там стоило ли Тургеневу первому в мировой словесности увидеть колебания тени и листвы на девичьей руке, чтобы весь этот путь русской словесности закончился теперь образом секретаря порткома литейного цеха строгого на справедливого? Ну что-нибудь там такое просто… Ну это я так примерно… Это я синтезирую как такую цитату. Это, конечно, не блистательный образец. Ну были и совсем удивительные, как Зворыкин, который уже взрослым человеком новую карьеру и главное открыть, и телевещание. Причем и то, и другое. И вещание, и прием. Ну в смысле и… И вышку, назовем это так, и телевизор. Петерим Сорокин, который просто основатель социологии, социологического факультета в Гарвардском университете. И Чилищев, который успел и калифорнийское виноделие, и Супертоскану. И ему памятник стоит в Калифорнии. Ну много было… Но литература, конечно, в этом смысле особенно ярко и ясно. Потому что живет народ языком. Вот оставляя… Ну особенно в 20-м веке, конечно, литература центрична, еще время продолжается, гутенберговская эпоха не закончилась. И отстоявшееся в тексте – это и есть наследие, прежде всего. Передача опыта эстетического какого угодно. Ну вот этого ощущения времени. Несмороста Набоков так неожиданно хвалил, например, Зощенко, Ильфа и Петрова, что эти люди, они заняты делом. Они фиксируют время языком этого времени. Ага. Да. Я, братцы мои, не люблю бобцов, которые в шляпках. Ежели бобенка в шляпке или там мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая бобенка мне… То такая аристократка мне и не бобенка вовсе, а пустое место. Это начало Зощенко. Это начало аристократки. Я даже это специально выносил, как такой феномен. В 1924 году вот заговорил новый человек прямой речью. И его зафиксировал Михаил Михайлович Зощенко. Что будет дальше? Никто этого не знает. И Путин этого не знает. Непонятно, к чему он стремится. Нет, дальше будет только хуже, лучше быть не может. Со всех, с какой стороны ни посмотри, нет никакого хорошего сценария развития событий. И понятно, что все становилось хуже и хуже, и хуже, и хуже, но всем казалось, что все-таки дело не дойдет до горячей войны. Но для абсолютного большинства, в самом случае все в моем окружении. Я с очень сведущими людьми обсуждал. Мы как раз это говорили. Что вот прям наземная операция, что вот да, стоят эти войска в Белогородской области. Ну что, ну неужели, ну как вот. Ну это не укладывалось. Хотя, конечно, и для меня столько раз были какие-то точки отсчета, что ведь я тоже думал, что так нельзя, что до этого не дойдет. Вот это наша политическая цивилизация 24 сентября 2011 года, да, в которой мы живем с тех пор. Ну то есть вот эта рокировка. Тогда он сказал, что пошел. Медведев сказал, что, значит, будет Путин. Да, и понятно, что теперь он пожизненно. Ну, раз он так нужен в 12-м году, то еще нужнее он будет в 24-м. Ну, сказали они в 11-м, а выборы были, ну эти формальные, в 12-м. Вот. И такая крепкая политическая система, что она не может выдержать даже второго срока Медведева. Она может только генерировать сроки Путина. Вот. Ну и теперь вот дальше это, и потом то, что не было гомерического хохота с этим предложением Терешковой об обнулении сроков. То есть выдали новый паспорт, и он опять молодой. В 24-м году он опять подает надежды, и все начинает заново зашибись. Вот. И вообще представление, да. Значит, Терешкова летала в 63-м. В 20-м году, это 57 лет, как она летала. Вот они, наверное, так себе представляют какой-то глубинный народ, да. Что вот дед Пахом слезает с русской печки, увеличивает громкость телевизора. Рекорд вот такой вот. Агафья, смотри, вуаля, она в космос летала. Сейчас дело скажет. Ну, наверное, так. Они полагают, что она все еще такая звезда, лидер общественного мнения, такая вот на острие жизни находящаяся, которая сейчас тебе прислушается. И вот важно, чтобы от нее такое предложение был, такой шар закатан. И тут же появляется Путин, который всегда опаздывает, но у него уже готовая речь. И этот, как его, Конституционный суд говорит, что да, а чего? При наличии политической конкуренции в стране, оказывается, ничего страшного, что человек, который 24 года у власти, будет еще на 12 лет у власти. И, наконец, случается единственная политическая сенсация, которая может у нас произойти. На президентских выборах в России в 2024 году Владимир Путин победит не Владимира Жириновского. Какой прорыв в новизну, как все свежо. В чем вы ищете мотивацию сейчас? В работе, в том, что надо жить, в том, что надо делать дело, и то, что те, кто не хотели бы, чтобы ты делал дело, они рассчитывают на твое уныние. Жизнь, зачеркну, букву из этого я новую срежиссирую. Хотя это, конечно, не новое, а я думаю, что это фигура речи у Ивана. Ты докажешь свою состоятельность себе, поскольку ты же внезапно был захвачен, никакой ты новой жизни сейчас начать не можешь, ты можешь в новых условиях восстановить старую, и тогда, освоившись в этом, да, действительно заложить какой-то новый виток. Так-то никто не был готов уж прям принципиально новой жизни. За ваш почти год отъезда был какой-то день, когда вы хотели или, может быть, пробовали вернуться? Нет, пробовать не пробовал. Хотеть, конечно, бы хотелось. И я как-то неожиданно обнаружил, что я тоскую. Ну, в общем, мне не хватает Питера больше, чем Москвы. Не знаю, почему так. Как вы думаете, когда вы вернетесь в Россию? Ой, я этого не могу представить. Это очевидно, как это все говорят, ППЖ. Пока Путин жив. Ну, раньше было ПМЖ. Постоянное место жительства. Опять же, Нойс у вас сказал, да, про до конца путинизм. Когда закончится путинизм. Да-да-да, потому что непонятно, вдруг там будет какой-то пускриптум еще, да. Какой-то там Маленков, какой-то там Андропов после Брежнева и Чернянка еще. Наверное, было бы правильно и полезно приучить себя и к варианту тому, что не вернуться вовсе. И жить спокойно с такой опцией. Но мне почему-то кажется, что... Не почему-то. Я убежден даже, что все это слишком противоестественно, чтобы быть уж очень надолго. Ну, слишком это против времени, против... Против истории, против смысла, против 21 века. Ну, против всего. Ну... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...